в любом случае много чего до произошло в начале первое, второе, дети да, это на самом деле опорные точки какие-то были? потому что начинаешь переключаться проще написать видео как я сделал в НЖ да, итак, первое, второе, третье видео да, да, да мне так не хочется мне хочется наоборот рассказывать про какие-то ситуации в жизни потому что так сделают другие почему за один день? да, это реально вопрос слушай, знаешь, я недавно договорил своему другу с работы бывшим коллеги мы как-то вот за последние несколько месяцев как-то очень сильно сблизили ну не сказать, что мы там куда-то вместе тусить ходили мы там, знаешь, один раз там побегали вместе начнем марафон и ну как-то вот начали начали как-то вот хотя работали 204 года как бы мы всегда ну как бы были друг к другу позитивно настроены но не было какого-то вот межличностного общения такого это с первого дня я как бы ему симпатизировал он мне тоже но вот почему-то мы не переходили вот эту грань просто общение вне работы и вот как я начал сразу вести свои вот эти блоги как-то вот оно вот с того момента и забито и пошло, все я начал там как-то рассказать какие-то эмоции свои я начал убирать корпоративную ну то есть я сначала очень я начинал блокировать всех своих там, например, коллег с работы чтобы они не смотрели это все а потом понял, что я наоборот, надо все это открыть и у них вообще все равно ну в общем и я с ним разговаривал и я ему говорю знаешь, мне кажется, что я вот у меня на днях была такая история наверное, начну так я был в Анталии в понедельник с вами приехал и вечером этого дня не вечером или на следующий день наверное, на следующий я вот переночевал, да я переночевал а, ты переночевал? да, я переночевал в хостеле и на следующий день мне пишет приятный из Питера точнее, он из Минска вообще, он он русский но достаточно в детстве переехал из глубинки России в Витебск у бабушки из Витебска переехал в Минск ну, в общем здесь купил в Минск купил себе квартиру и потом вот собственно на это потом и момент тогда были вот эти все в 20-м году в митинге он на них участвовал на своем бане я не могу сказать сколько раз он ходил я не знаю но он ходил и в тот момент когда были вот эти симфоповоды про что депортируют русских ну, депортируют людей из других национальностей он мне говорит типа давай встретимся причем он такой очень спокойный в спокойной манере он рассказывал вот я нашел работу себе в Россию теперь я приезжаю в Питер и вообще это все означает что меня депортируют типа я не хотел бы помогать пока не найду работу что-то такое а я его знаю он не то чтобы как сказать он немножко любит дорисовывать как бы какую-то вот масштабность ну, то есть даже вот когда мы вместе в одной компании у нас была произошла ситуация и вот полчаса спустя эту ситуацию рассказывает ну волшебное как бы это делает ну, как бы типа вот он там развернулся и повернулся а я подумал ну, знаешь начинают додумывать какие-то детали которых не было и что там подумала прохожая женщина еще знаешь и он рассказывает про этот вот меня депортируют типа он говорит а я еще тоже знаешь как-то вот мне вот это не очень нравилось не в нашей дружбе и не во мне это не нравилось я не задавал вопрос знаешь мне всегда тоже когда человек рассказывает какую-то таинственную историю знаешь у тебя было такое когда тебе рассказывают и вот он повернулся и сказал и мы с гадами я хочется задать я так на амбрис да 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 а тебе хочется задать простой вопрос а как так получилось что вы вот в один момент там друг на друга посмотрели например да вот ты всегда ситуацию убираешь потому что тебе самому хочется немножко чтобы в жизни была какая-то магия да да и и когда тебе человек рассказывает какую-то магическую историю ты ее ну и так ты его и через призму своей вот этого желания наполнить смыслом обыденности пропускаешь мимо ушей а я сейчас начал себе это подлавливать что может быть все-таки в деталях то и есть вот эта самая магия в этих глупых совпадениях или вот ты подскользнулся упал гибанулся нет в этом ничего праздничного но ты человек и ты можешь испытывать боль и этому можно посочувствовать ну в общем я вместо того чтобы спросить а как произошла ваша встреча как это же интересно как людей депортируют тебя куда-то пригласили тебя вывели из дома прислали на работу как происходит разговор почему ты сейчас спокойно так разговариваешь со мной а не если депортируют людей то что насильственным путем происходит я вместо этого говорю депортируют а в голове я сижу думаю что ты не пиздишь понимаешь и вот этого сказать не могу потому что друг вроде думаю он же наверное обманывать меня не будет а сам не верю я очень сложно объяснить почему не верю вот я не знаю опыт знаешь какой-то не но ты чувствуешь все равно есть такое просто не зачувствуешь а потом это реально происходит узнаешь какие-то данные ну то есть ты понимаешь что вроде из уважения к человеку ты не хочешь как бы задавать компрометирующие вопросы но сейчас ты понимаешь что человек рассказывает тебе неправду по факту неуважение к тебе испытывает то есть он тебя наебывает по большому счету с какой ну как бы благая цель волшебство создать какое-то или какая в этом цель непонятно но по факту человек же тебя обманывает тоже а ты как бы якобы проявляющий к нему уважение не даешь себя наебывать логично правда слушаю слушаю себя и не могу вообще понять свою логику поведения ну и как бы я не поверил ему но согласился с этой позицией и он уезжает в Питер в Питере он точно так же сидит а я ему еще тогда перед этим я понимаю что это может быть я сделала не совсем правильно но задумал что там сейчас сна вайд вайд он же сейчас вообще не лучше я уезжаю боюсь у тебя работа удаленная в офисе надо быть ну окей год-два он потусуется я думаю за два года война не произойдет это два года и произошло прошло два годышка получается в августе будет полтора получается это зима была сейчас у нас март ну то есть ход и два месяца вот он где-то такое ощущение что ну два три прошло с двадцатого года да да даже ощущение что да вот и он такой ну то есть уезжает и говорит ему здесь не нравится и вот то и сё и типа россия но при этом при этом я понимаю у человека квартира в министре купленная ну то есть знаешь ему не хочется ее ну то есть он теряет знаешь с другой стороны типа можно продать но ты потеряешь ну то есть начинается включаться какие-то вот эти вот как бы с одной стороны потеряешь ну как бы тебе это не такая уже большая сумма что ты потеряешь но при этом ты же типа покупал выбирал ремонт делал я это все понимаю ну то есть это просто знаешь когда у тебя нет квартиры просто сказать ну продай знаешь а когда ты ее делал не там делайте ремонт там стены там делаешь чтобы не было соседям там слышно ну конечно это ну вот взять просто типа уехать представить что ты это как будто бы типа строил дом и вот я почему понимаю свою сестру в этой ситуации что да когда она так возмущается что я беру и не уезжаю ну я понимаю у нее там одна квартира дом загородный они сколько лет его строят понимаешь и тут сейчас из-за того что Путин ну да вот это вот всю не устроил ей нужно эти дома продавать всех детей придумать в какую страну поехать в школу ну то есть ну блять ну это просто целый мы с тобой вдвоем поодиночке вот этот проект какой-то жизни а тут еще пять человек у тебя семьи недвижимость вот это все какие-то там а бизнес а работа там я уже молчу она домохозяйка а муж у нее может он не может я очень и конечно проще сказать ну брат ебанько ну который уехал понимаешь ну да вот типа обвинить государственный долг понимаешь вот это вот все потому что сам человек себе не может то есть он хочет уехать но не может в этом признаться самому себе потому что ну это просто ну страшно даже объем работ представить какой тебе предстоит сделать да поэтому проще надеяться что ничего не произойдет и думать что там не знаю ну то есть ну ты получается сразу же почувствовал в этот день пока ты произошло что надо вовремя ты все решал в голове или как ну вот я сейчас даже скажу все-таки не доходит же прости у меня все такие истории мне кажется что я глубины какой-то добавляю этому ответ все-таки не знаю потом не дашь свою обратную связь добавляю ли я этими раскатанными глубины или нет или просто заебу или это твое волшебство это мое волшебство ну короче пишет мне этот я ему говорю что ты не уедешь у тебя же работа удаленная он такой ну вот и вот вся вот он мне это не озвучивает но я для себя это так определил что он ну как бы он и в Беларусь на самом деле думал вернуться ну то есть у него такая мысль была что говорит ну блин ну не будешь это Лукашенко там вечно а квартира есть а тут опять в другую страну ехать опять эту квартиру нужно покупать ну типа и тут эта мысль типа если я куплю а там что-то вдруг опять произойдет опять переезжать понимаешь да вот этот синдром вот этот синдром все время потери какой-то да я это тоже просто в какой-то момент пережил на мелких на более мелких уровнях и может быть я и поэтому так легко к этому отношусь но может просто потому что у меня здесь ничего терять ну в общем он говорит не-не-не я буду в России максимум в Беларусь вернусь ну как бы можно же работать в любую страну где там где нормально относится и все такое и в общем и он мне я сижу вот а у меня закончилось время до 11 часов я был в хостеле а у меня не ловил там Wi-Fi не мог бы поработать я вышел а я до этого жил на другом этаже там лучше Wi-Fi ловил я вышел на этот второй этаж все там на ступеньке и сидел ну так и работал ходят люди из разных номеров я не знаю как это работали у меня здравствуйте понимаешь я не знаю ну то есть и в лесу этот хостел русскими забили и они все ходят со мной здравствуйте я им здравствуйте я думаю а как они поняли что я русский ну в смысле по-русски говорю да и вот и вот в этот момент мне пишет мой вот этот вот друг приятель из Питера ну из Беларуси но по факту русский что он в Анталии со своим парнем и мы приехали ну то есть тоже типа мы переехали все мы здесь пишем навсегда ого ну прям так напишу на себе уехали навсегда из России даже я так не пишу то есть я говорю что я не вернусь я не хочу возвращаться ну типа навсегда ну короче я уже чувствую я не хочу над ним смеяться но просто я чувствую за вот этим всем какую-то напускную вот эту драму какую-то знаешь навсегда при этом я знаю что работа он не лишится у него осталась удаленная работа у него очень хорошая зарплата он в отличие от нас с тобой я сейчас нас не сравниваю но ну может в этой Анталии снять спокойно себе квартиру и не думать о том где ему как нам сейчас с тобой мы с тобой посидим они просто переехали и да я не преуменьшаю наверняка у них там пиздец тоже в душе и по инстаграму я его вижу что он там тоже чувствует себя загнанным барашком там он песню процитировал Полины Республики Полины ты барашка что-то напуганно бежишь вот это вот все я понимаю что для него это стресс как для всех для нас вот но при этом он такой человек немножко инфантильный вот ему нравится вот эта история а я в себе эту вот эту инфантильность выбираю максимально я ему сижу и говорю слушай я пишу думаю как это мне сейчас не посраться знаешь потому что хочется ему немножко всадить вот это вот ну типа ну я думаю напишу спокойно ну желаете классно провести время в Анталии слушай лето погода круто ну то есть максимально стараюсь как его уйти в этот позитив ну что мне ну ну знаешь типа мы если бы это было все по своей воле но мы ходили на митинги и теперь вынуждены просто спасать спасать себя но с другой стороны живы здоровы а я понимаю что повторяется этот сценарий белорусский просто ну то есть что тут его депортировали понимаешь что тут он сходил на митинги абсолютно очевидно абсолютно очевидно что человек хотел уехать из России и пошел на эти митинги для того чтобы у него была официальная причина уехать я не знаю почему у меня тоже это есть что мы почему-то боимся делать то что мы хотим и мы подсознательно идем на какие-то другие неосозданные вещи для того чтобы получить совсем другое ну то есть я не буду там вот ты сейчас говоришь тоже была на митингах я не буду говорить за тебя но ты на этом не делаешь акцента понимаешь я на это вообще я многие даже не знали об этом то есть я вообще про это в соцсетях нигде не говорила вот вот понимаешь ну и ты же не знал наверное сегодняшнего дня ну вот до того момента когда я письмо отрочитал и то я хотел еще переспросить это ты выдумала для посольства или нет да вот но я думаю столько организации нашла я думаю не так и в курсе я там все-таки этого дело все ну просто понимаешь я когда песню записал в 20-м году тоже это можно долго разводить тему не буду сейчас этого делать там была суть в том что я мне несколько вынудили на то чтобы это сделать ну то есть у меня была моя позиция того что я против того что происходит ну в смысле ну против всех этих арестов издевательств за честные выборы там за вот это все но и мне не было желания писать песни то есть у меня было чувство вины за то что я не хочу писать эти песни знаешь но желание написать ее не было то есть у меня даже были слова я себе там что-то записал черновики у меня то есть мысли были на эту тему то есть что-то я творил но мое окружение вынуждало меня принять какую-то сторону а я не был ни на одной ни на второй стороне потому что у меня было предпонятное ощущение того что это неправильно но и здесь я не чувствовал условно у меня был там свой кандидат условно выбор но для меня это было неоднозначно хорошо вот не было было однозначно плохо но то что это однозначно хорошо тоже не было и я сделал свой выбор условно на выборах но сейчас я не обязан никому ну то есть мне там рассказывали а мы вот возьмем воду а ты что сделал значит а мы вот выложили в инстаграм столько психологов а ты что сделал ну знаешь это уже верится кое чем да я думаю а я тебя кто-то просил это делать почему ты не требуешь это не застану слушаю такого я не сталкивалась слава слава это очень классно что у тебя такое обружение потому что я как раз когда занимался психотерапией я похерил у меня там была лучшая подруга с которой мы с детства вместе были вместе перестал с ней просто вот мы с тех пор больше с ней не поддерживаем отношения потому что она начала рассказывать а почему ты не ходишь на митинги я говорю а ничего страшного что уехала в Польшу и мне сейчас об этом рассказываешь с этими митингами вообще отдельная история потому что за год еще до августа того самого я общалась с людьми и им вообще было фиолетово на это все понимаешь и потом в августе вдруг они такие о подхватили волну да есть действительно был как тренд в августе меня это немножко смутило я ходила на митинги вообще одна потому что когда ты общаешься с людьми до выборов и говоришь про это ребята у нас блин хреново все в стране посмотрите вот вот это те каналы еще не были раскручены там были только тысячи человек буквально страна для жизни там было не так много подписчиков а я говорила люди смотрите вот человек уже сколько лет ездит по городам и вот выясняет что хреново мы живем ну хреново живем все было фиолетово потом вдруг начался какой-то мейтинг реально и те кто хотел не хотел уже началось такое так а ты что не ходишь да вот это мне тоже не нравится хотя я явно со своей стороны я действительно найду осознанно это моя позиция уже очень много лет и я ее и поддерживаю но меня тоже это смущало почему вдруг вы так есть и кстати орали громче всех да да то есть я такая блин я с тобой разговаривала полгода назад иди вообще фиолетов что-то вдруг ты тут такой а я я тут с флагом этим я такая это странно но с другой стороны я порадовалась потому что я почувствовала что я была там по-моему 14-го числа когда был самый такой массовый 16-го 14-го самый массовый такой видень и я забралась на крышу и мне прям энергетически да я прям почувствовала как волна и слух тоже то есть распространялся звук как-то проспект куча-куча людей и я с высоты на это смотрела и я такая вау я чувствую единство с народом то есть вот это было вау это было реально у меня даже сейчас мурашки внутри потому что я вспомнила этот момент который я такая с воздухом вот такая вау вот это да люди так подхватили но к сожалению сейчас и потом прожив пару лет после сейчас понимаешь что многие да шли туда просто не знаю по волне по око-красным ну не знаю послушать немножко расстраивает это нет ну волна ладно меня больше беспокоило то что ни один человек не имеет права тебя вот а это да вот это вообще странно все ты вот ты на этой стороне а на этой да все как-то да это не имеет права это точно у каждого человека есть своя ответственность за 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 детей за за свою жизнь у меня например коллега на работе вот она просто вот понимаешь хотела понимаешь вот хотела чтобы чтобы ее я не знаю зачем это было надо ну вот они выходили с мужем постоянно и мужа по итогу задержали я вот я вот сижу и вот знаешь вот когда она сказала что вы задержали я вот сижу и думаю если бы ну то есть может быть если бы я чувствовал что это искренне наверное бы я по-другому к этому относится я думаю ну вот и нахуя тебе было это надо вот я думаю у тебя вот ребенок сейчас сидит дома да ему нужен отец ему нужен человек который будет зарабатывать его обеспечивать нахуя тебе блять было это надо но я вот сижу и думаю ну вот нахуя ты своего мужа блять дотянула для того чтобы его туда посадили чтобы он потом отпиздили тебе стало от этого легче твоему сыну стало от этого легче ну то есть я еще раз говорю я поддерживаю желание человека это сделать когда я понимаю что оно какое-то ну вот да от души ну да если действительно ты хотел доказать свою свою точку если ты не по волне как-то там да 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 плюс только за каждую ситуацию рассматривать и делим честно да так сказать конечно про каждого что вообще там просто так по приколу так тоже нельзя сказать ну просто с каждого смотреть эти же люди меня там и провоцировали на какое-то прими решение прими мы пошли на обед стоять с белыми шариками ты с нами или не с нами понимаешь у меня выходили все на обед ты сидишь и думаешь я не хочу с вами идти просто понимаешь когда ты начинаешь заниматься психологией ты понимаешь что вот сейчас у меня еще второе вторая мысль на эту тему но тогда у меня было абсолютно очевидно человек который идет на митинги не знаю он понимает подсознательно или не понимает он хочет покончить собой ну у меня такого нет ну вот если бы я ходила на видео у меня такого не было и я вообще никому не рассказывала не выкладывала ни в соцсетях ничего я тебе говорю тут было просто то что моя позиция которая уже давно она я смотрю вау тут еще люди они поддерживают эту же позицию и давайте хоть что-то сделаем понимаешь если нет официально вот что действительно вот мы голосуем смотрите даже та же платформа голосу не знаю ты принимал участие или нет то есть я реально вижу я еще раз не начинала регистрироваться и где-то на середине я все время стыкал и не заканчивал как бы я просто смотрю что действительно понимаешь документально просто вот смотришь ну даже моих знакомых там в нашем вот пункте да у нас было реально больше кто проголосовал да за тонов кандидата а смотрим официальные источники совсем по-другому понимаешь и мы такие что серьезно то есть в принципе я вот это и было что как бы обратить на это внимание вообще всего общественности мира ну к чему это вообще было кучу людей да чтобы кто-то еще обратил внимание потому что мы никак не можем убрать этого человека понимаешь мы уже пытались пытались вот так но хотя бы может быть вот так потому что вот много народу мы привлекли какой-то СМИ да кто-то вообще узнал про Горусси вообще какие-то страны то есть я за это я осознанно пошла но то что ты говоришь это тоже это косяк это уже перекос тоже но это чисто человеческая психика вот тоже это человеческое вот что вот мы теперь идем вот смотри нас сплочилось многого теперь вот мы сами стали диктаторами помещение того же диктатора ты line теперь вот в этой истории теперь ты ай-яй-яй что ты сейчас тут нету свободы воли которая по сути самая главная самая главная мысль свобода воли свобода выбора и даже если твой выбор. Реально не тот с белыми и красными парами, а вообще какой-то третий твой выбор. Это есть уважение. Вот я тоже за это. Я тоже потом, к концу этих митингов, тоже пообщавшись с людьми, тоже поняла это, что мне не нравилось там. Что нету свободы, как бы, выбора действительно. Но началось опять то же самое. Та же диктатура, та же, те же группочки, которые вот давят, кого-то мы задавим вот этого. Вот это тоже. И это все типа нас давили, сейчас мы будем давить. И все опять стекается к тому, что каждый человек в себе разовьет. Почему нужно? Реально, каждому записаться к психологу просто. Потому что как только мы сами начнем себя даже уважать, свое мнение, как ты говоришь, да, мы не дохотим что-то. Вот ты говорил недавно, что вот я хочу что-то делать, но я не делаю для себя, что я же на самом деле для этого хочу. И так каждый. И ему жалко, что вот я не делаю для себя, вот я, а я себя жалею. Вот я же не делаю, вот я хочу что-то делать, я не делаю. А я смотрю, что ты начинаешь делать то, что ты хочешь. Я такая, в смысле? Вот я терплю, а что это ты не терпишь? Подожди, как это ты взял, пошел и сделал то, что ты хотел? Терпи тоже, как это так? Ай-яй-яй. И вот это вот все, давление. И получается, пока мы сами с собой не разберемся, мы и в обществе не сможем сформировать что-то здоровое. Да? Друг с другом. Ну, для этого знаешь, сколько надо, да? Просто работать над собой. Да. Очень много. Ну, вот. Я просто почему, знаешь, говорил, что у меня была позиция того, что я... Знаешь, есть такие вещи, вот сейчас там многие говорят, в России уже люди, которые прошли 90-е, знаешь, которые прошли 80-е, они говорят, слушайте, мы все уже проходили, ну, как бы, мы знаем уже просто, как с этим жить. Там, это вы там сейчас там паритесь, что-то, уезжаете, там. Ну, то есть, ну, как бы, мы... Длин, а я не хочу. Я не хочу подстраивать. Нет, 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 я же не говорю про то, что это хорошо или плохо, но я просто говорю про то, что... Ну, они или... Просто есть люди, которые уже прошли, научились этим жить, и вот, когда были вот эти выборы, у меня просто первый парень был достаточно большой оппозиционер, ну, в смысле, большой, я оппозиционер, и... А мне было тогда 16 лет, и он не помню, постоянно с собой возили какие-то, какие-то митинги, я не помню, когда, ну, видела ты меня, когда на Октябрьской площади там эти палатки ставили, и там люди ночевали в них. А я день там стоял, при том, что я тебе честно скажу, я вообще не знаю, что я там делаю. Ну, то есть, это вот, ну, то есть, есть определённое количество людей, я думаю, что и сейчас такое в 20-м году было тоже, и хотя говорят нет, все всё понимают. Я понимаю, что есть сюрпризы в том, что я там делал мне, или поддерживать кого-то, друга, брата, сата. Да, да. Вот и я туда ходил, что я там делал, причём мне вообще абсолютно не хотелось находиться, но я как бы типа вот тут, тут вместе, да. Вот. Я там ночевать не оставался, но я с тех пор начал просто там левым боком следить за тем, что из себя представляет оппозиция. И я понял, что это те же грабли, только впрочем, ну, не потому, что это, ну, как бы, неплохо, а просто есть классификация, там, тоже фактор. Я смотрел там какие-то видосы, там, про этого Лукашенко, там был аж три полнометражных фильма. Я понимаю, что они пиздят, я сейчас уже не буду говорить, что конкретнее, я, конечно, не помню, но это в моменте я сижу и понимаю, так если вы типа за правду, то почему вы здесь пиздите? Ну, как бы, и в тот момент я уже понял, что, во-первых, чем это все заканчивается, все эти пиздники? Конечно, я против того, чтобы была такая власть, конечно, я против, но я знаю выбор, а, чем это заканчивается, б, что здесь тоже правды нет. Ну, то есть, соответственно, ну, как бы, не бывает только два наших выбора. Ну, у нас просто так и действительно и не было со стороны оппозиции ничего, тоже какого-то прям лидера и действительно что-то, как ты говоришь, суперправды и всего такого, я тоже это чувствовала, но я понимаю, что и так продолжаться не может. Ну, не может продолжаться. Все-таки надо, я до сих пор считаю, что хорошо, что это все произошло, когда мы все люди и все это, все это прошло, но не зря. Ну, сколько можно? Ну, блин, ну, реально, просто, никаких слов я чувствую, ругаться на все. Поэтому я, как бы, хотя бы за такое, хоть какого-то, немножко сдвинуть вот этот вот столб, вот это монолитное, понимаешь? Чуть-чуть, хоть как-то, просто хоть немножко начать шататься это все, конструкцию, потому что оно не активно. вот поэтому. Да, да, тоже я думала, я не думала, что что-то, конечно, выйдет там. Ну, просто смотри, я вот, опять-таки, вот как я сейчас привела с людьми из 80-90, которые все это проходили, я тоже это все проходили. И, конечно, то есть, чтобы ты понимала, показали перед этими выборами, что проходят сейчас учения по телеку, показали, что сейчас там ОМОН репетирует, готовится, все захваты, показали прямым текстом. Да. Не суетесь, вы, блядь, нахуй туда. Как я себя, как взрослый, сейчас мне, там, типа, не 15, не 16 лет, не инфантильность уже, знаешь, уже начинаешь, ходишь к психотерапевту, уже начинаешь осознанно не относиться к своей жизни. Я и понимаю. Если я туда пойду, каждый человек делает свой выбор, конечно, самостоятельно, да? Но, если я туда пойду, вероятность того, что меня отпиздят, есть, очень высокая. Я включаюсь просто эмоционально, достаточно ярко. Есть вероятность того, чтобы меня отпиздят. Я хочу, чтобы меня отпиздят? Нет. Я хочу, чтобы изменился? Да. Я для себя делаю вывод. Что для меня сейчас важнее, что меня отпиздили или чтобы изменился? Я свою жизнь устроил, ну, то есть, я нашел себе то, я себе эту работу построил. Я, ну, как бы, я с самого низа, из чижовки, из квартиры, там, и здесь жило 7 человек в одном месте, где, там, все алкоголики, я вырос, сам как-то построил свою жизнь, и с этим мне президент вообще не мешает. Я его не поддерживал. Мне не нравится то, что он правит, вот это вот все подделывает. Ну, нет, мне не нравится. То, что выключает интернет, мне не нравится. Ну, я, я не хочу получать пизды, понимаешь? Ну, не хочу я. Ну, то есть, я и так получил дохуя пизды в этой жизни. Я сейчас быстренько за два года был, что английский, нахуй съебусь отсюда. Мне вот вообще не хочу я получать это пизды. Ну, то есть, я понимаю, что, может быть, кто кому для кого. Вот это непонятная позиция. Я это понимаю. Ну, как бы, я имею на нее право, да? Вот, отличная правда. Я имею на это право. Да. Плакаты. Я имею на это право. Да, да. Ну, то есть, я тоже существую. Вот я вот недавно выкладывал себя из интервью, из интервью с Собчак. Я забыл. Читая Козаова. Он говорит, без меня, он приводил цитату, без меня народ неполный. Знаешь, типа, я тоже часть этого народа. Какой-то вот, знаешь, типа, есть народ, который принял цитату. Я тоже его часть. Саян. Как бы, то есть, нужно считаться с моим мнением. И я для себя это решение принял. Я не хочу получать пизды. Я сейчас готовлюсь уезжать на границу. Есть люди, у которых есть потребность. Плюс, ходя на психотерапию, я понимаю, что желание получить пизды, потому что каждый человек осознает или не осознает он, и идет получать пизды. Значит, он хочет за что-то ее получить. Может быть, потому что он вчера сказал своей бывшей, sorry, я изменяю себя. И он чувствует вину свою, он хочет получить пизды за это. Может быть, он, там, переехал, там, собаку в 16 лет на велосипеде. Понимаешь? Он хочет получить пизды за это, да? Кто-то хочет просто, блядь, покончить с собой и не знает, как это сделать. И он думает, вот меня сейчас здесь отпили, я хотя бы умру героем. Понимаешь? У всех разные свои цели. Ну, то есть, я понимаю, что мне, я не хочу, у меня нет вины, за что я хочу получить пизды. Вот. Даже здесь, в Турции, я расхуярил себе телефон в душе. Я понимаю, что я сделал это умышленно. Я тебе клянусь, я... Ну, то есть, я потом, когда это прокручивал, у меня, знаешь, там, вот такие вот в душе, я включил музыку, там вот есть такие вот решетки, и вот такие. Ну, слушайте, и если поставить телефон так, то он не ебанется. Но я поставил телефон вот так, чтобы, блядь, провалился ровно между этими решетками. Я вот ехал, знаешь, в этот ремонт Фетхи, и думаю, я... Ну, я же хотел, ну, то есть, я чувствую вину. Я же специально об этом в Инстаграме написал. Типа, я ездила голосовать, должен ли человек испытывать это чувство вины? И я ехал, думая, что я ее не испытываю, эту вину. Но я, на самом деле, разбил этот телефон, потому что я испытываю вину. Понимаешь? Я, типа, деньгами сейчас эту вину, и мне стало проще. Я реально вот сделал, починил свой телефон, и меня отпустил. Это как есть, ну, то есть, люди, знаешь, которые, типа, там, боятся разбить машину, и в какой-то момент они подсознательно сами врезаются в это, чтобы уже просто перестать, блядь, бояться ее, ну, типа, она новая, чтобы ее не поцарапать. Она уже, ну, расхуяляла уже. Ну, все, уже теперь уже можно спокойно ехать. Блин. Понимаешь? Да, я их понимаю. И вот с этими митингами у меня была позиция. Ну, меня давили просто каждый день. Меня кто-то, блядь, вот давил, сука, просто. Я думаю, как вы, сука, не поймете? Я это проходил уже 10 лет назад. Все я это знаю, понимаешь? И вот мне не хватало тогда вот этого чувства внутренней уверенности. Я все равно пошла на поводу. И потом сидел, записал эту песню. И сидишь каждый день, блядь, когда за тобой придут, когда за тобой придут. Нахуя я сделал это? Я не хотел этого делать. Мне сейчас нужно учить английский. И нахуё бы, нахуя я записал эту песню? Ну, нахуя я, блядь, ее записал? Мне она ни в пизду, ни в красоту. Она мне, блядь, фанатов не сделает. То есть мне сейчас нужно либо все время писать песни, блядь, про митинги, блядь, я не хочу этим заниматься. Ну, то есть я не хочу ни себя отманывать, ни аудиторию. У меня были действительно мысли, я сделал эту песню искренне, абсолютно. Но это было, блядь, вынужденно. Это было вынужденно. Это было вынужденно. Ну, то есть, ну, я говорю, меня вынудили это сделать. И я сам вынудился, знаешь, я принял это, да? Ну, то есть не хватило силы характера, не хватило силы, ну, мудрости не хватило. Я с себя ответственность не снимаю. И сидишь, я реально сидел, блядь, боялся. А самое неприятное, что я не мог никуда уехать. Я искал работу, пиздец, как я сегодня искал работу. У меня бывший врачом работал. Мы обсуждали, куда можно уехать. Мы думали, уехать в Одессу. Там был вариант. Сейчас тоже в Одессе. Вот чтоб сейчас было в Одессе. Я говорю, не, нахуй, нам это Одесса. Говорю, нам сейчас нужно, я говорю, там, прекрасное море, все. Я очень с удовольствием говорю, ну, ты уверен? Я реально уверен, что я буду делать в Одессе. У меня сейчас работы нет никакой. Сейчас я хотя бы работаю в Одессе, ну, то есть, да? И, ну, как-то, ну, типа, вроде, ну, вроде, потом отпустила. Потом просто, когда после митингов начали по одному забирать, знаешь, я уже тогда напрялся. Ну, может, я, может, не в первых, там, десятках, но, может, придут все-таки. Может, не придут. Может, вообще никто не заметил. Но мой дай-дай-дай перестал открываться, вложил все. Ну, то есть, у меня был достаточно нормальный номер. Ну, точно. Ну, то есть. Сад перестал открываться. И, ну, как бы, это уже нельзя описать, что это какие-то, там, я себе надумал, да, это все придумал, но он перестал открываться. Это факт. И он был на российском хостинге. Я им пишу, а что? Ну, то есть, он говорит, ну, в России надо открываться, все отлично. Вот. Я уже тогда ждал. Потом я уже расслабился и все такое. Но так я к чему это все говорю? Что вот этот друг мне, да, написал, что вот мы и посходили на митинг. Я понимаю, что он пошел на митинг для того, чтобы уехать из России. Для того, ну, как бы, понимаешь, есть блогеры, блядь, миллионники, которых не посадили, которых не оштрафовали, понимаешь? А тут человек вышел на митинг, все, блядь, за ним завтра придут, понимаешь? Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что есть определенное чувство тревожности. Ну, возможно, тревожности. Ну, возможно, тревожности, собственно. Потому что я сама помню свой страх. Хотя я, в общем, такая бесстрашность по человеку. Что мне? Я со своим мнением вообще за свободу слова. То есть, почему я должна бояться за свое слово. Да. То есть, я очень так спокойна. Но потом, когда я вот рядом с КГБ там гуляла, туда по крышам, когда я видела... Там есть одна фотка очень такая знаменитая, наверное, где мальчик стоит на крыше и с таким флагом вот так вот на крыше. Ну, и куча лет. А я просто за ним стояла. У меня есть фотка с другой стороны. Вот. И я такая... И вот тогда стало страшно. То есть, что как бы так, стоп, фотка это рядом с этим мальчиком везде, во все... И у всех просто издание, да? Да, да. Очень интернет издание. И я так... И я так... Я чувствую вот этот страх. Вот это вот внутри такое чувство. Сжимающее. Да, да, да. Не знаю, с чем она вернется. И я такая... Блин. Я такого еще не чувствовала, мне казалось. Вот. Ну, типа, жить надо до и после, да? Да, да. Уже давно подолгее. Знаешь, что было страшненько, и было потом ты как бы... Мне кажется, аккуратнее все стало вести. Кажется, как-то... Ага. Поаккуратнее. Хотя уже после этого, наверное, уже можно было бы забить, да? Нет. Ну, мне, наверное, настолько важнее уже ее самовыражение. Ну, просто может включился мозг тогда, наверное, да? Не знаю. Это естественно самосохранение. Самосохранение. Наверное, да. Потому что все-таки не хотелось нигде сидеть. Да, да. Да, да. Но... Не скажу, что все, я спряталась там. Нет. Ну, понятно, да. Ну, наверное, стало просто чуть-чуть посторожно все вести. Просто думаю. Ну, в общем, он мне написал. Я ему говорю, слушай, Виталик, я считаю... Ну, пусть это уже все по психологии. Знаешь, не начал ему говорить, ну, ты сделал вот так, потому что... Я говорю, я думаю, что ты всегда хотел уехать из России. Ты всегда учил там, ты немецкий язык учил там, ты... Ну, наверное, хотел, да. Он идеально разговаривает на английском языке. Ну, то есть, на международной конференции постоянно ездит. Ну, то есть, ну, это Россия нахуй не сдалась. Ну, то есть, просто я говорю, он уехал временно, условно для того, чтобы вернуться в Беларусь, в которой квартира. Ну, знаешь, вот, ну, жалко. Да. Я понимаю, что ни с какой Беларуси я бы не депортировали. Потому что он уже несколько раз приезжал в эту Беларусь. Я не знаю, могут ли депортированные приезжать в Беларусь? Ну, как бы... Может, наземные границы можно? Аккуратненько проехать на весло. Ну, как бы, да, понимаешь? Я вот, ну, как бы, приезжаю в Беларусь, там, тусит, как бы, неделю, потом уезжаю, потом депортированное, знаешь? То есть, опять-таки, я ему не задавал этот вопрос. А потом депортированно приезжаешь. Ну, опять, из уважения к другу. Понимаешь? Из неуважения к себе. Да. А потом, когда ты говоришь ему, ну, как бы, у нас просто на Новый год был конфликт. Я когда вернулся с ретрита, вот мы перестали с ним общаться. Я ему записал 35-минутное сообщение про ретрит. Только если мой блог был про то, как там было классно, мне надо было энергию рассказать про то, что там было плохо. Я ему рассказал про то, что было, и мне хотелось какую-то обратную связь получить. При этом, ну, это 2 января или 3 января, я понимаю, что у человека там есть праздники, там, например, мы там уже в понедельник на работу 3-го числа. А у человека там праздники, как бы, ну, и вообще настроение может быть свое, там, и, как бы, вообще окей. Но, вместо, ну, то есть, вместо того, чтобы просто мне сказать, ну, типа, ну, Серега, слушай, я там, ну, я сейчас ночью, ну, там, типа, потом послушаю, там, вообще вопросов нет. Он в этот момент, там, значит, смотрит интервью Собчак с Глиновской и записывает мне, там, блядь, 15-минутное сообщение про это интервью, а моего сообщения как будто не было вообще. То есть он, там, прошел почти день, день прошел, то есть он посмотрел интервью с Глиновской, он смотрит все мои сторис первым, да, Он мне прокомментировал какое-то говно все, какая-то, там, Глиновская, какая-то там, что-то все. Я думаю, а на мое сообщение ты ответишь вообще или нет? Я ему спрашиваю, задаю ему вопросы, говорю, а, мол, ну, как бы, мне-то ответишь? Он такой, ой, слушай, Серега, там, меня, типа, плохо ловит сеть. Типа, я за городом бы приехал маму повидать. Ну, понимаешь, а я уже вот после ретрита, знаешь, заряженный на это все. Я говорю, слушай, ну, пожалуйста, ну, не ври мне, ну, скажи, что у тебя нет ври... Ну, что ты хочешь отдохнуть, что ты не хочешь, там, слушай мое сообщение, что есть интересный контент новогодний, там, любой, интересный. Тебе сейчас, ну, просто потом я послушаю, а ты, ну, пожалуйста, ну, не ври мне, что ты... У тебя не было сети, и все мои истории смотришь самым первым. Он говорит, у меня не загрузилось твое сообщение. Я говорю, слушай, оно весит, там, типа, 600 килобайт, ну, там, меньше, чем одну историю. Ну, как сказать. Я говорю, пожалуйста, не ври мне. Я говорю, давай, я тебе, там, три дня. А он начинает, он начинает переводить на другие темы, там, слушай, вот, там, а я вот, там, мне кажется, я там своими поступками, там, там... Дал, дал понять, что... Что... Господи, а он заряжается как-то? Думаешь, или нет? Как хоть мне понять, что он заряжается? Да, может, или нет. Останавливается. Он сейчас будет провод это затянуть, а? Да, будет. Вот так вот. Вот так вот. Видишь, вот стаканчик, получается, туда. Нет, там же камеру надо закрывать. Нет, камера с какой стороны? С этой. А вот так? Нет. Нет, давай... Вот теперь. Нет, давай лучше без тока. Все уже. Только уже не видим. Нет, ну, потом уже себя не увидим. Ой, тебе надо себя видеть? Ну, хотя бы просто там, это, отслеживай. Можете хотя бы угол чуть-чуть. 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 Хочем. Как тебе любимого не посмотреть, а? Хм. 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 Чуть-чуть, чтобы не отвести взгляд. Ага. Ага. Ну, бывает. Мне кажется, мы будем. Конечно, менее самолупив, но все-таки более устойчив. Устойчив. Уже все возможные тенеты, которые здесь рядом были. Устойчив. Что? Вот оно без этого провода нормально же стояло, понимаешь? Ну, провод тогда нас... Ага, нужно. Устойчив. Ага, нужно. Или впереди. Не опыта. Вот, вот так вот, мастер. Все. Идеально. Мне кажется, не очень устойчиво. Не, она не. Ну, что ты стояла, не? Эти. То есть... Здесь в честь. Оля, они не прикател. Оля, на этот момент. Йоск. Знаю, это нравится. Кого? Да. еще лежит в общем он не пишешь ты я типа был на митингах я мы суши давай три дня пройдет если ты мне захочешь сказать что ты можешь сказать правду которую мы с тобой оба знаем не надо рассказывать за меня там то что я в принципе согласен что-то рассказывать за него правда это неправильно но другой стороны я как ни по-другому попросить честного к себе отношения ситуация реально мелочная ну такая знаешь типа ну вот спиздел какую-то хуйню чтобы просто перевести тему на какой-то я потом послушаю но сейчас надо было просто что-то ляпнуть чтобы тебе было типа не обидно да что ты почему я не послушал я это понимаю но вот этот сам факт того что когда ты уже сказали что все в порядке всем порядке ты можешь сказать как есть я понимаю все просто не надо говорить как мне как мне и и вот начинается вот эта вот игра в принципе что я все буду до последнего врать что не было интернета говорю окей тут пройдет давай пускай там все три дня подумать если ты захочешь мне со мной поговорить через три дня искать со мной честно говорить ну и все и через три дня сегодня не было ответ никого и мы больше не общались но когда я жил в украине у меня должен денег я написал я очень сильно хотел этого делать но мне нужна была страховка и я подумал ну блин наверное я могу попросить зашли чего не значит просто попросить это не значит что я признал его правоту то есть разные вещи вообще и он очень классно себя повел мне должился день ноги он не пытался там как бы со мной наладить какой-то разговор ну точности бы сказал там все там теперь всего хорошего удачи ну то есть это было очень очень адекватно то есть он не пытался даже купить мое общение за эти деньги должен принять то что он на новый год там несколько он не вернул не возвращался к этому это было классно не дочь понравилось я был блин ну не неужели вот мы по ходу выходим там и тут вот он говорит что вот я сходил на митинги теперь вынужден уехать из страны вот это все это я выпишу что говорю ты всегда хотел уехать из страны я считаю что ты всегда хотел уехать из страны но в какой-то момент почему-то начал себе это запрещать я не знаю я реально думаю что начался я не знаю почему ты взрослый человек ты свои деньги сам заработал сам никого не украл него дня должен не взял ты можешь если ты хочешь уехать ты можешь просто взять и уехать вне зависимость того какой там президент сходил ты на митинге нет и я как бы понимаешь начатку будто бы почему-то хотел купить себе возможность уехать я не знаю почему 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 ты можешь вот как-то думаешь почему человек вот не заработал и я тут уже с психологически есть такое конечно я тоже не всегда тебя слушаю да и иногда действительно тоже есть какая фишка что он можно действительно решаешь за кого-то да действительно слышал действительно именно в этот момент обрубился интернет действительно может быть и так да но это тоже может всегда считаю что есть но вариант 100 процентов прям за другого человека решить реально нельзя но тоже видно такое и по себе там еще почему-то да если это что ты должен какое-то оправдание себе придумать не знаю у меня это опять же из психологии что нам с детства еще в голову даже это вообще подсознательно внутри 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 в глубине что ты действительно не можешь иногда что-то позволить потому что у нас очень часто такие фразы да с детства ты что хочешь типа веселиться всю жизнь ты хочешь типа наслаждение жить как же так то что вообще как же так у нас даже возможно же нету четкой причины ты будешь да вот четко причина что я там как то что берет а потом изменил или я что-то сделал плохое я хочу себя наказать такое тоже есть явное такое явное психологии да какой-то когда ты находишь эту проблему налить и проблема бессознательный абсолютно которая впитывается с самого детства твоими родителями твоим обществом и у нас и белорусов очень часто такое мне кажется что у нас такое очень квадратненькое мышление как я могу себе взять и позволить взять и мне причина а еще и другим объясню ты же сам столкнулся кстати стоит ситуация что родные ну да и ему не нужно уже более мягкий путь и любому кто начнет себе что-то или родители или друзья начнут как-то противиться этому решению твоему желанию если ты просто скажешь своим родным я просто так хочу они такие и поэтому это удобно и очень отмазка что-то у меня есть всегда есть причина почему я от кстати с алкоголем у меня тоже самое или с вегетарианством а почему расскажи почему я очень не люблю эти вопросы у меня уже много лет вегетарианю и много лет не пью алкоголь не а почему а у тебя наверное сердцем проблем а на животных в этом они всегда хотят в голове объяснить почему же это делаю не устраивает не устраивает вариант что я говорю я просто так захотела смысле ты просто захотела не есть мясо вкусно смысле ты просто так не не пьешь алкоголь смысле вот и тут такая я это часто вижу я просто меня это очень сильно рубит может быть это из россии и руси мне кажется вот это вот прям с детства тебя понимаешь мне кажется капало это прям на любви самого-самого детства я не знаю вот ты жака фрек смотрел какие-нибудь проекты посмотри футурист очень классно он говорит вообще про строй обществом футури и но просто его просто он говорит про то что наша общество все может выйти на еще другой уровень это тоже просто рассматривал что вот вот эти демократии какие-то там капитализм это там там еще какие-то хрень до меня вот в америку не хочу ехать во всех этих устройствах общество есть какие-то изъяны и вот что-то вот не то знаешь вот этот вот а-ля индивидуализм он потом переставит какой-то тоже какой-то хрень у нас что-то все не так и вроде и в вопросах психологии тоже начинаешь разбираться так у нас с детства куча травм потому что господи ну вот как как сделать общество взрослым ну вот как вроде понятно надо начинать себя ну вот себя сейчас лечим у нас уже дети подрастают потому что 30 плюс возраста в окружении они уже я вижу как бы тюкан и все еще тем же обществом это такие же школы отдаем детей там такая же давление там такое вот это вот все я посмотрела он говорит вообще про другое общество и действительно что надо начинать удивительно что человек технолог футуристом чисто мозги знаешь инженерные но при этом говорит про то что да начинается школ со воспитания вот этого самого самого детства что ты реально здоровый быть здесь вот шоу и когда тебе все проблемы убираются по деньгам по вот этим материальным всем проблем вообще другие ценности если взращиваешь и сама детства общейные ценности это все хватает и до пирамиды масло тебе вот нижний уровень прикрыт реально можешь выше смотреть и это это вообще на другое общество мне кажется мыши просто не доросли до этого и вообще его какой-то мысль я думаю начнем недоразвита она еще не до не полностью сформирована мне кажется и общество наше тоже не готова но как начинать это хотя бы еще связь да уже много видишь что психологом стали обращаться на что-то решать так как это новые методы воспитания еще смотрю все время как-то вот последние десять лет как-то по-новому но это да я думаю взаимосвязано что у людей просто появились деньги на всех этих психологов в этом советском союзе не было знаешь типа если вам привезло купить сосиски в тик токе был вирусился ролик там из восьмидесятых рассказывали мы вам сейчас расскажем про супер модные зарубежные горячие бутерброды для этого вам понадобится типа батон сыра но плавленый сыр не подойдет и ты будешь блядь у людей только плавленый сыр понимаешь они его не могли даже растопить понимаешь на этом хлебе мало то что у них не было вот на чем его топить понимаешь у них не было этих печек и потом она такая типа ну рыба как это там типа не селедка что-то это короче какая-то самая дешевая дешманская рыба она говорит вот это вот тоже не подойдет нужны только сосиски если вам повезет и вы купите сосиски повезет да типа вам обязательно делать горячие бутерброды хот-дог о каких психотерапевтах идет речь понимаешь сосисок не могли купить когда в америке там уже психотерапия была типа условно нормы а потом много лет вот этого и серия сама со всем справлюсь потому что почему потому что подумать даже о том что у тебя деньги какие-то отдать на какого-то психотерапевта у тебя там дети там в одном туфле другие ходят школу то с Sept теперь жизнь Текст, а это зрители есть да но сейчас только формация есть то есть gostam да, я там могу а graders день могла учиться то есть много книг да Можна прооронку на информацию найти в интернете и ты все-таки чувствуешь что-то Ну, можно, в принципе, не то чтобы прям классно там лечение занимать, мне лучше не делать этого, но можно, сейчас есть, есть, раньше вообще не было даже этого доступа, потому что сейчас доступ к информации, это очень важный, и ты реально можешь выбирать, просто можешь видеть, да, какие альтернативы. Ну, в общем, я говорю, ты, наверное, все-таки не можешь, в смысле, там, почему-то тебе запрещаешь уехать, что ты свои деньги сам себе заработал, но не украл, и я желаю тебе, я очень был бы рад в будущем в тебе увидеть того человека, который не боится принимать, там, свои сильные ответственные решения, и просто, если ты хочешь уехать, не ждать никаких митингов, не ходить на какие-то митинги для того, чтобы уехать, просто взять и уехать. Я вот сейчас вот говорю, я понимаю, что ты очень смелый. Это очень жутко. Очень жутко. Это очень, понимаешь, люди могут быть не готовы просто. Но мой-то внутренний посыл был максимально позитивный, знаешь, из серии, ну, как бы, я тебе желаю тебе добра, и я, типа, открываю тебе, может быть, на что-то, там, посмотри сам на себя. Не, мне кажется, это прям... И, типа, я пишу, что ты сейчас, типа, в Анталии, типа, кайфуй от жизни, сейчас лето, у тебя есть работа, там, ты приехал туда со своим молодым человеком, по-моему, я про молодого человека не писал, но то, что, типа, лето, кайф, в Анталии, получаю удовольствие и, ну, как бы, освободи себя от вот этих вот заморочек просто лишних, вот этих вот, тех митингов, ты уже здесь, уже все это позади. Вот, он меня просто заблокировал все. Ну, я ожидала от оконковки, потому что такое бывает, да. И, ну, блин, иногда вот тоже, ты же тоже, когда тебе хреново, грустно, а тебе люди говорят, да все будет хорошо, у тебя еще все круто, ты что, ты что, все круто, офигенно, ты такой же тоже можешь, типа, блин, мне хреново, вот я вот в этом состоянии хочу побыть, и когда кто-то пытается тебя вытянуть, это, как бы, не всегда работает. Я соглашусь, я соглашусь, поэтому я не, знаешь, не психотерапевт, но... Да, ну, да. Но, я точно знаю, что я своим, во-первых, я не хотела никого обидеть, не хотела никому причинить боль, и смысл моего сообщения был в созидании, знаешь, ну, то есть, да, может быть, это было сейчас там не нужно, может быть, это было не нужно, я это признаю, что, наверное, это было там в тот момент, ну, на тот момент, когда мне человек написал, то, что я там, типа, сейчас вынужден, типа, там, уехать из России, потому что у нас, типа, мы сходили на митинг один раз, знаешь, и вот нас сейчас будут преследовать, но я тоже считаю, что это, знаешь, блядь, ну, вот, ну, как бы, инфантильная хуйня, ну, сорян, ну, как бы, да, ты действительно не находишься в безопасности, абсолютно, ну, ты когда уезжал в России, что-то, не знал, что-то, не было, что тех митингов всех, блядь, был те Навальные, и все хуяльные, и все остальные, все это было 250 раз, как бы, что, ну, как бы, ответь себе на вопрос, зачем ты прошел на этот митинг именно сейчас, ну, и так далее. Ли, ну, ты хочешь человека, понимаешь, вот, я тебе сейчас помогу, да, я тебя разверну к правде, да, ну, это тоже хреновая позиция, я согласен, и даже я от тебя, я от тебя получала похожее сообщение, я такая, блин, у меня пиздец, я застряла в хрен знает людей, и ты вот что-то подобное записала, что так, все, все хорошо, типа, у тебя ля-ля-ля, и я просто, потому что я человек, который тоже, да, развивается и тоже там работает над собой, над внутренним, постоянно как-то вот пытается свой перечистить, чистить мозг, я тебя поняла, но тоже через, типа, пару секунд у меня была, как бы, противиться этому, я противилась этому, блин, реально, типа, ну, я в трэше нахожусь, что ты мне говоришь, что я там все хорошо, посиди по, я, блин, в хрен знает какой квартире, в хрен знает, у меня обвал снежный, я сейчас все деньги потрачу на аренду, это гребаные страшные квартиры, стрёмные, в подвале сижу, мне интернет не ловит, или я окружала твое сообщение 3 часа, ну, то есть я такая, и это было пару секунд, как бы, а потом, так, стоп, ну, то есть это же так и нужно, мне нужно действительно, фу, сейчас фокус сместить, но я это поняла только потому, что я сама прошла куча вот психологических своих снятия, установок снятия того, 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 вот только поэтому я тебя поняла, опять же, через пару, так, знаешь, парочек он был в таких вот старых, вот таких вот позиций, а потом, так, фух, блин, он правильно говорит, но мы не можем так за каждого человека, мы тоже неправильно его, как бы, знаешь, брать и мордой, как бы, засуять в это молоко, вот, даже коты, если им вот, вот еда, если ты их будешь прям специально мордой, ну, пихать, они не будут есть, поэтому нам, ну, надо какую-то еще мягкость и понимание все равно включать, потому что человек, возможно, дойдет даже до этого же, но только через год, через два, или тебе же самому, вот, вспомни себя, там, пять лет назад, представь себя, вот ты бы сейчас пришел к себе и вот это стал бы говорить, ты бы такой, ты бы тоже заблокировал, сам себя бы заблокировал, представь, ты возвращаешься к этому назад в другом внешнем виде и типа говоришь себе и думаешь, сейчас я себе сделаю все вот так, да, да, но ты сам себя пошлешь, заблокируешь и у тебя получается что-то с другом то же самое. Я тоже, я очень часто с людьми некоторые темы даже и не поднимаю вообще, почему я говорю, я даже, ну, да, промейте мне, правда, я не говорю прям все-все-все про свою жизнь. У меня очень много сфер в моей жизни, как бы, где увлечения мои, мои какие-то взгляды, то есть я очень много в чем, как бы, все-таки, считаю, что разбираюсь, потому что изучаю постоянно что-то. Но я понимаю, что я сейчас с тобой начну про экономику, там, играть, что-то там рассказывать, ай, вот так, вот так. Или с тем человеком, у которого вообще психология где-то там, это что-то мифическое вообще, это вообще не наука, это вообще, ну, знаешь, что-то просто. Я с ним могу хорошо, я просто учусь с любым человеком вот именно контакт находить. Угу. Если я знаю, что ему вообще-то это до фени, я найду то, с чем наши точки соприкосновения и, возможно, потом как-то дойдет, вот, если ему действительно интересно, моя другая, скажем, там, психология, он тоже начнет, но это будет очень постепенно. И подталкивать людей лучше не надо, иначе ты останешься как бы один, не знаю, надо очень мягко как-то учиться это все делать. Я с тобой согласен. Знаешь, я только с точки зрения осознания, для чего я сам себе это сейчас делаю, я же тоже задавал себе этот вопрос. А может ты и не хотел, кстати, может ты сам хотел порвать отношения? Может быть. Типа такой, блин, я задал это. Я уже столько раз слышу это, типа, вранье, вот даже тысячи тут. Да, да. Значит, ты сам. То есть, иногда эти моменты, когда ты так оборваешь, ты сам не хотел вообще. Вот, я хотел тоже об этом сказать. Это, ты сейчас правильно говоришь, что я, моя первая эмоция была, я заебался, слушались бы вранье. Да. И вот с этим, вот, с этим депортацией, вот с этой, это какая-то определенная скопление одного за второе. Да. И поэтому мне было важно, типа, поставить вот эту вот черту между, когда мы сможем разговаривать уже наконец-то честно все-таки, или нет. При том, что я знаю, что он сам знает это все. И с тобой абсолютно согласен, что можно было сделать это иначе, но я сам был не в ресурсе. Понимаешь, я понимаю, что если я сейчас включусь вот в эту беседу про то, что, да, очень жаль. Ну, если тебе важен человек, ты же будешь тогда. То есть, я вот хочу иногда, как бы, сохранить отношения с человеком. Да. Есть моментик, где ты должен даже себя пересилить. Ну, и в отношениях в личных особенно. Это же постоянно происходит. Да, да, да. Это вообще постоянно, потому что личные отношения и в себя вот. Конечно. И ты такой себя тоже пересиливаешь, как в этом, ради сохранения отношений. Ты такой, ты мне так, мне вот хочется сейчас как скрынуть, но ты обходишь это и вот так, как бы в дружбе, в отношениях, как и делаешь. То есть. Я согласен. Я согласен. Но вот здесь еще был второй момент того, что ты будешь остаться один. Я вот уже сидел и думал, мне сейчас очень нужен, вот смотри, я реально, когда я писал это сообщение, я думал, мне сейчас реально очень нужен друг. Ну, вот мне очень, знаешь, даже с точки зрения какого-то вот банального, вот выгоды какой-то. Ну, вот мы же все люди, я сейчас не буду убирать какие-то животные инстинкты в себя. Я понимаю, что у меня сейчас непонятно, что с деньгами, непонятно, что с этой виллой, непонятно вообще ничего в будущем. А вот у меня тут два друга, которые хорошо себя чувствуют сейчас на волне. Я бы мог бы спокойно присосаться, знаешь, и там, ну, пожить там. Я почему говорю присосаться? Потому что для меня это, я не хочу этого. Я поэтому специально выбираю это слово. Можно типа вот вместе пожить, вместе там классно, там, просто. Я говорю именно присосаться, потому что это не искренне. Я понимаю, что я не хочу сейчас с ними проводить время. Они мне, может быть, поэтому я тоже это делаю, что я, с одной стороны, понимаю, что у меня есть возможность, типа, да, вот, 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 возможность, вот эти люди, а вот тебе вроде что-то подкидывает там жизнь, я не знаю, подкидывает, не подкидывает, вот они приехали, они тебе пишут, наверняка им тоже грустно, наверняка они захотят кому-то рассказать свою эту историю, не только в мессенджере, в Телеграме, с кем-то посозванить, а лично посидеть на какой-то кухне, все это пообсуждать. Я тоже этого хочу, но при этом я понимаю, что это вот про круги, да, что это какой-то опять начинается вот этот круг. И я боюсь у него снова попасть. И может быть, поэтому я так ответил. Потому что я не хочу показаться в этом кругу, я хочу здесь. У меня была такая история, вот я же сказал про Тел Партнер, с которой я познакомился перед отъездом из Минка. Ну вот она очень показательная в этом контексте. И он начал мне рассказывать мои же мысли, там, пятилетней давности, с которыми я сейчас в корне не согласен. И я понимаю, что это даже не то, что не согласен, это такой самообман, вот такой вот, когда ты говоришь одно, а на самом деле подразумеваешь совершенно другое, а на самом деле ты вообще даже не знаешь, что ты на самом деле третий, когда ты уже проходил на психотерапию, ты понимаешь, что человек говорит одно, а у него в голове вообще сейчас вообще не про это разговор. И ты понимаешь, что тоже, я опять-таки повторюсь, я без работы, я жду свое приглашение на работу в Украине, ну, я понимаю, что вот приехал человек, он стопудово влюбился, но я это вижу, и мне это очень нравится, мне он приятен, мне этот человек реально приятен. Я бы с удовольствием, то есть я понимаю, что если я сейчас себя отпущу, то есть если я выкину сейчас наш разговор, то есть как это обычно происходит, как это в состоянии влюбленности. То, что мне нравится, я запомню, то, что мне не нравится, я выкидываю, но через два года мы именно из-за этого разойдемся. Да? И я вот слушаю это вот сейчас, я понимаю, что если вот мы сейчас, я поеду к нему, мы займемся сексом, я вот утром проснусь, и я уже буду влюблен, и плюс мне сейчас очень выгодно будет влюбиться, потому что у меня сейчас нет работы, а у человека там командировку, он приехал на несколько месяцев, у него стопудово все классная работа, плюс он еще музыкант, ну, то есть просто идеальный мэч. Внешне там были как бы вопросы, но опять-таки я понимаю, что для меня это не были те принципиальные вопросы, чтобы мы не могли быть вместе. Но опять-таки, если я уже об этом подумал, тогда, значит, это бы в какой-то момент вместе сделало бы. И плюс там, опять-таки, он абсолютно не на ЗОЖе, ну, то есть насколько вот позитивного классного, но столько же абсолютно не будет, а я знаю, что если я начинаю сейчас сейчас, я начинаю подстраиваться, и, ну, короче, суть даже не суть. Я понимаю, я начинаю вести беседу именно вот в том ключе, где здесь я сейчас. Я начинаю реально ну жестить. Я начинаю, я сейчас не буду тебе просто говорить. Я люблю спинашенство, послушать свою историю. Ну, давай так, я я начинаю, он у нас постепенно параллельно шел этот разговор, и он выходил на эту тему, и он выходил взаимно, при том, что, кстати, вот эту сексуальную тему начал он. И я в какой-то момент свел к тому, слушай, говорю, вот ты, все геи хотят заниматься групповым сексом. Он говорит, да. Ну, как бы, я сейчас не буду там рассуждать, как это происходит в гетеросексуальных пар, потому что там тоже много, много там вот чего закрыто. У геев с этим вот как-то вот, с осознанием хотя бы этого, то есть сейчас уже тоже новый тренд у геев там свой, признаваться в этом. Он говорит, да. Я говорю, вот я был много лет в разных отношениях, и для того, чтобы заняться сексом на стороне, мне нужно было расставаться. Ну, то есть, иногда я это делал реально осознанно. Я ввел наши отношения к тому, чтобы они закончили, потому что я хотел сексом. Ну, то есть, я это себе описывал совсем другим. Ну, то есть, я находил миллион причин, там, что вот мы там друг друга не понимаем, а на самом деле я хотел просто потрахаться и прийти, и дальше вот спать, обниматься, любить друг друга. Ну, то есть, и много лет понадобилось на то, чтобы это принять в себе просто, что я, хотя я тогда даже в какие-то минуты просветления я понимал, что я верный человек. Ну, тоже вот это понять в себе, да, что можно изменить и при этом быть верным, да, какая-то, что-то, блядь, не складывается, да, как-то, вот как это может быть, да. И, а ведь мир там, да, не, не, не состоит из чёрного и белого, да. И, а ты, когда рос без родителей, да, когда ты рос по диснеевским мультикам, и ты… Ты с родителями тоже по диснеевским, не волнуйся. Ну, может и так, да. Ну, просто для меня вот это вот осознание того, что, ну, типа, жизнь не заканчивается вот на этой свадьбе, а что потом? Ты себе вырисовываешь всегда идеальный мир, всталишь вместе позавтракали, приготовили завтрак, а потом, когда ты понимаешь с утра и просыпаешься однажды и понимаешь, что ты не хочешь готовить этот завтрак, заебался его готовить, а кто сегодня будет его готовить? Ты или я? А я устал ходить на эту работу, а там, да, да, это, ну, вот только там первый год, условно, там, да, а там же куча всего вот этого, и болезни там, и у женщин там может быть какие-то там, и… или там, даже не у женщин, а с точки зрения какой-то там бесплодия, там, да, или депрессии постродовой, или как люди теряют детей, это же всю жизнь наша, это же не просто сказка какая-то, и это не значит, что это обязательно должно произойти, ну, или там, болезнь родственников, когда, ну, там, ну, вынуждены там, 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 престарелыми родителями, там, да, там, жертвуя чем-то своей личной жизнью, там, да, как-то, ну, и все это наша жизнь, и она не такая идеальная, да, и, соответственно, желание заниматься сексом не с одним партнером, это, блядь, ну, биология там, условно, я не знаю, я не буду там какими-то научными терминами сейчас бросать, но я знаю себя, ну, то есть понимать себя это тоже какой-то уровень, и в какой-то момент я понял, что мне нужно найти человека себе, с которым я не знаю, что мы каждый день будем, там, заниматься сексом, там, четвером, восьмером, или что мы каждый день будем, там, ходить налево, а просто, типа, условно, имея возможность, там, да, уйти, ну, то есть в этом будет заключаться какое-то невероятное доверие, как раз таки невероятная, там, любовь, ну, я не знаю, как это объяснить, ну, как-то так парадоксально все, сука, да, при том, что я просто сам с собой буду, то, что я сейчас произношу, несколько лет назад я бы, блядь, просто с пеной у рта, блядь, говорил, что это невозможно, что ты, блядь, просто, ёбаная сука, блядь, которая хочет просто оправдать свои ёбаные пахабные мысли вот этим ебаным словом доверия, на самом деле, это нихуя не доверие, он говорит, ну, короче, что ты моральный урод, и вот сам себе бы я это вот накидал бы, да, и именно поэтому я начал с ним вести этот разговор, я говорю, слушай, вот согласись, каждый гей, он говорит, не так, я пришел к выводу, что каждый гей хочет группового секса, и он говорит, да, да, это так, он говорит, ты к этому готов в отношениях? он говорит, нет, я к этому не готов, он говорит, мы типа даже с моим бывшим пробовали, пригласить третьего, ну, там вот, что-то там, и тот говорит, ну, он говорит, а когда ушел, у нас начались там разборки на месяц, потому что, а кто вот больше там, почему ты больше с ним, он говорит, так мы же больше, ну, мы с тобой каждый день, типа, а почему от третьего пригласили, поэтому с ним и больше, эта ревность какая-то начинается, Это же тоже надо уметь как-то проявить. Это надо как-то уметь, естественно. У меня в отношениях ни разу не было укроповываться. Когда я был один, я встречался несколько раз с парами. И я смотрел, у них это все было, при мне, по крайней мере. Было все очень гармонично. Но я себе представить, даже когда я к ним приходил, я вот думаю, ой, господи. Ой, вы разойдетесь через месяц. Если я к вам пришел, значит, вы друг друга не любите. Ты понимаешь, какой я был человек? Я реально, ой, ну, это только чисто актив, это чисто пассив, и поэтому этому нужно просто... В смысле, он не пассив, он универсал. А вот парень у него чисто актив, и поэтому этому нужен третий. А какая это же любовь, если один раз второго не хочет быть универсалом? Ну, знаешь, и вот сидишь, и ты к ним ходишь, и как бы испытываешь к ним неуважение. Понимаешь? Потому что ты думаешь, с твоей точки зрения, что в отношениях секс с третьим человеком, опять-таки, парадоксально, невозможно. Да, да. А при этом я самому хочу. Да. Я самому хочу. Ну, и вот наш разговор с этим парнем был примерно таким же. Он сам себе противоречил в своих рассуждениях, и я понимаю, что он еще не готов это просто понять. Да. Ну, ты же понимаешь, что можно так всю жизнь. Все равно не факт, что ты говоришь, вот ты понял это, как было похоже, но, возможно, он всю жизнь проживет именно с вот этим умеждением. Возможно, оно настолько сильное, что… Да. Он изменит свою точку зрения. То есть он так же и будет всю жизнь. Да, да. Он не факт, что вдруг изменит. Да, я согласен. Как бы, с одной стороны, я думаю, что все-таки изменится, но здесь это не имеет значения. В данном случае это не имеет значения. Потому что, во-первых, никто этого не знает, а во-вторых, я для себя, вы говорите про круги, да, я для себя понял, что я не хочу быть человеком. Потому что я знаю, что если я сейчас вступлю с ним в отношения, я опять буду делать вид, что групповой секс мне не нужен. А я уже понял, что он мне нужен. Я знаю, что этому человеку он тоже нужен. Я сейчас не хочу с ним несколько лет, типа… Ну, да. Его там к этому типа подводить. Подводить, менять его точку зрения, что-то там делать, подводить, да, над человеком. И как показывать жизнь? Когда я это делаю, человек, говорит, понимает это, и нахуй меня тут же бросает. Ну, то есть, я уже… у меня своя вот эта драматургия по жизни выработала. Я нахожу человека, из-за своих комплексов, в котором я принимаю вот кучу того, что мне не нравится, и начинаю его перейти… Ну, не перейти… Ну, у меня тоже самое, по сути, да. То же самое. Ты переделываешь человека, типа думаешь как-то. И еще его хорошее качество усиливаешь, типа сам. Ну, это есть у многого какого. Любовь такая странная, но она мне тоже кажется больной. И поэтому… Да, да. Это хреново, это действительно какая-то боль, хрень. Я могла бы, например, какие-то бывшие отношения, могла бы заново их строить. Ну, как бы был такой момент. Я поняла, что нет, сейчас начнется вот эта вот хрень. И хват… То есть нужно выходить из этого, если даже у тебя и зацепка есть, нужно выходить из этого все равно. Да. Потому что это… Просто мы скачаем круг, зачем тебе действительно это вот все переделывать. И вроде у человека… Вот ты увидел… Какая-то прикольная фишка, что ты увидел, что у него есть вот это, как у тебя. И ты типа такой… О! Значит, у него немножко голова так же работает. Да. Значит, вот еще чуть-чуть мы с ним тут побеседуем. И будет реально, как… Я хочу. Но это тоже хреново. И лучше так даже не начинать. Да. Я сейчас тоже про это думаю, что если я увижу у людей с кем… Значит, ну какие-то отношения… Нет, Аня, больше ты никого не переделываешь. Ты реально чисто смотришь на человека без своего влияния. И не думаешь, что ты когда-то на него повлияешь. Ты смотришь, как он сейчас есть. И вот это тебя устраивает или нет. Да, да. Это самое… Мне кажется, вот это и есть честность в отношениях. И я тоже, когда с кем-то знакомилась, такая… Ну, давай по-честному поговорим. То есть, ну, не вот эта подстройка, типа… Ой, я тоже… Слушай, я тоже, тоже, тоже… За каждую маленькую мелочь сцепиться так… А вот чисто вот как бы немножко даже отстраница, мне кажется, надо от этого… От ауры… Это не просто от страницы, а так чисто понять человека, вот… Каков он есть вот в данный момент. И не додумывать за него. А что ж с ним будет через год? А вот, возможно, вот он как раз на этом пути. Нифига, может, он на этом пути… Он, может, сойдёт вообще с того пути. У меня тоже были амбиции, что у какой-то человек, он… Блин, у него такой потенциал. Он будет вот это вот делать, наверное. Вот он сам. Я вроде его не изменяю, нет. Я вроде… Но в голове всё-таки… Я просто мыла за него его изменения. Да, да. Какого я на это сделала? Нет. Не надо так делать. Ну, и ты расскажешь, по-моему, такой ужас. Да, абсолютно. И я просто это осознал, что… Я же был в шаге просто. И вот мы выходим из этого… Мы ходили в кино в «Варенье Сити». И тоже он меня пригласил в кино. Блядь, меня в кино… Ну, как бы, блядь, парадоксально не звучало, они приглашали уже хуй знает сколько, понимаешь? Просто… Я уже сидела, уже думала… Ну, у меня тоже тоже. Я уже сидела и думала, знаешь, ну, как бы… Я ещё сразу пишу, да, давай. И он говорит, может, поломаешься хоть для… А я… А, у тебя тоже было такое, что мне… Я говорю, когда встретимся… Я такая, ну, хорошо сегодня. Он такой… А сегодня? А я говорю, а что? А что, как-то нам надо было другому ответить? Он такой, ну, да, вроде, говорят, обычно там, через неделю… Ну, типа, в конце недели… То есть пишет в понедельник и думает про пятницу-субботу. А я, типа, ну да, в понедельник… И типа, так… Да, да… У тебя тоже, наверное, такое же было. Да, при том, что я… Понимаешь, что… Просто я увидел адекватного человека, который классно предложил, классно написал, И он мне пишет, ты можешь поломаться, я говорю, если мне что-то будет не нравиться, я тебе скажу обязательно, и ты об этом узнаешь. И мне реально приятно, что это так произошло, и мы реально сходили в кинокласс, мы пообщались, и вот мы выходим, я понимаю, что сейчас есть этот момент, точка отсчета, я вот все это проанализировал, и сейчас мое решение. Я, ну, пускаюсь в это, вот эти две таблетки, да, я пускаюсь сейчас в этот круг, я вот прям понимаю, что я сейчас в этом кругу, и я головой думаю про то, что денег нет, работа хуй знает, придет мне это приглашение, или они уже забили, никуда меня не отправляют, уже сколько можно ждать, его уже, блядь, месяц я жду это приглашение, наверное, его уже не шлют, мне просто надо, ну, короче, за что жить. Ну, вот парень обеспеченный появился, никогда в жизни не было обеспеченного парня, думаю, ну, может, вот я хотел, может, вот она судьба твоя, понимаешь, вот тебе дать, ну, да, не готов к твоему групповому сексу, ну, как бы, ну, поработаем, понимаешь, там, типа, раскрою человека, вот это все, музыкант, будем песни вместе петь, ну, внизу, ну, там, что-нибудь договоримся, там, может, я что-то там уже в отношении, ну, короче. И сидишь, и думаешь, ну, это же, блядь, все фейк, ну, вот реально, ты все это, Серега, уже делал, блядь, 50 раз, не будет ничего в этом. И что ты думаешь, вот тут? Короче, мы выходим, идем, идем, обсуждаем вот эту, вот эту тему группового секса, вот это, типа, что, не, не, я там, типа, своего парня ревновал, он мне говорит, да, да, останавливаемся на кнопке, к нам подходит чувак, пьяный, и говорит, слушайте, ребята, у вас не будет закурить. И мы такие стоим, нет, типа, мы укулим, да, он отходит, все, снизим, скальнется. В этот момент у всех в голове одна мысль. Виза, ну, может, у тебя тоже вода едет? Не знаю. Нет? У меня промелькнула мысль, я думаю, а может быть, он гей? Ну, то есть, был какой-то момент, он был пьян, он совершенно не был похож на гея внешне, но в этот момент, я думаю, может быть, этот вот тот самый момент, когда у нас сейчас есть возможность, типа, типа, просто подкатить, типа, к чуваку на остановке и предложить? Я молчу. Я это подумал. Я это подумал, я молчу. Он говорит, может, подойдешь к ним, познакомишься к ним? Я понимаю, что в голове у него была та же самая мысль, что и у меня, но он, вместо того, чтобы предложить это, отправил меня к нему. Понимаешь? Он говорит, пошли вместе. Он говорит, не, он мне не нравится, там, посмотри, ну, там, какой-то живот, там, что-то такое. Он говорит, да, да пизды на этот живот. Я говорю, мы с тобой только что об этом, типа, говорили. Ну, ты же понимаешь, там, вообще, там, не во внешности, не в том, просто, блядь, подходит чувак, да, и все подумали одно и то же. И он говорит, иди, иди, иди к нему, там, познакомитесь. Я говорю, что ты мне это говоришь? Ты же только что. Да, что вы только что на свидании были. Зачем ты мне это говоришь? Я ему говорю, он говорит, да, окей. Я ему говорю, да, окей. Я иду к этому чуваку. А, ты видишь? Я думала, ты не пойдешь. Я реально пиздец завелся от этой ситуации. Я, смотри, я в голове думал, что, когда он поймет, что он все-таки да, что он к нам вернется. Ну, то есть, какой-то такой, может, он, типа, постеснялся сам это сделать. А я уже, знаешь, какой-то, на каком-то драйве, я думаю, ну, он плохой. Ну, то есть, как бы, что он мне сделает? Если он, типа, будет в агрессии, если ты думаешь, что я каждый день как будто подхожу, то нет. Это первый раз в моей жизни такая ситуация была. Первый раз в жизни. Ну, я просто, знаешь, логически это себя простроил, что думаю, если он сейчас, типа... Что самое плохое может произойти? Он начнет орать, там, не знаю, кулаками махать, но и ничего не произойдет, потому что он пьяный, и как бы, и все. Я к нему подхожу, говорю, может, это... Он говорит, давай. Я охуел тогда, не меньше, чем ты. Я тебе говорю, я думаю, блядь, и все же все подумали. Понимаешь, и все же все это почувствовали. Вау. При том, что мне реально не очень что-то понравилось. Я говорю, пойдем. И мы идем, типа, по дорожке, там, куда-то, типа, каким-то, блядь, там, елем, я не знаю. Я ему пишу по дороге, а он, что, блядь, и стоит там. Он говорит, вон, и там остался, ну, типа, все, пока-пока. И стоит там. Я говорю, он согласился. Он мне пишет, да ладно, ты гонишь. Я говорю, да, он согласился. Он говорит, ну, хорошо, тогда проведите, типа, в моем время. Я говорю, так, может, ты придешь все-таки? Он такой, не-не, я там, типа, поехал домой. Ты не понимаешь, да? И я сейчас сам вот рассказываю и думаю, ну, ты, блядь, космос какой. Это реально космос, потому что просто сразу же такая же стройка, и его реакция, и это, и все, все. И все сразу, да, все сразу чисто понятно, как-то, вау. И я в этой ситуации, знаешь, думаю, ну, вот тебе жизнь показала, пожалуйста. Вот тебе была возможность, была возможность изменить что-то. И на следующий день, знаешь, мне было, я не знаю, не надо рассказывать, как, что там было дальше. Имеет значение? Не знаю, даже сама твоя показательственная история, но если хочешь, бы расскажу. Слушай, ээээ, мы дошли до этих кустов, до этих елей, все там произошло. я пока пока это все происходило писал ему сообщение потом мне на секунду стало стыдно я подумал что я просто подумал что он подумает вот как ты сейчас не разложила моего друга который подумал что вот я бы сам себя заблокировал бы я понял что он пошел уже в обратку ну то есть что он уже в отказ пошел от этой ситуации он сейчас скорее всего будет думать что я типа блять ну то есть я уже своим себя я включил себя 26 семилетнего вот как я это рассказывал но он сейчас думает что я типа просто блять и мне начинает становиться стыдно за то что он так про меня думает я начинаю писать ему мол типа ну и там когда я понял что он не придет уже все я поехал домой вот и ну типа и сделал вид что мы просто типа раз разъехались ничего чтобы я ему вызвал такси он уехал просто давай я поехал и он типа а он не пишет что мне типа очень хотелось чтобы в тот момент когда я тебя приглашу к нему пойти к нему чтобы ты сказал что я хочу провести время с тобой так я был с тобой я с тобой провел весь вечер я с тобой сходил в кино мы с тобой проговорили на очень личные темы терстал то что никому никогда не рассказывал какие-то вот эти вот вот проезжала ну все очень честно я был с тобой предельно честно зачем ты меня отправил я сделал я принципиально просто поступил одну по-другому потому что если тебе надо было чтобы я пошел с тобой я уже с тобой был и я ему все-таки написал я ему написал чтобы что нет чтобы я написал что все я ну то есть а потом подумал нахуя нахуя мне брать если ты уже пошел на это если ты это выбрал то как бы смотрю тебя изначальная как бы позиция что ты теперь начал честно то есть когда уже ты свою честность реально доводи до последнего потому что ну а так получается вот это вот какой-то какой-то ну да это получается какая-то мерзкая позиция не очень и тогда она все равно не выходит хорошо вот а так уже как бы если уже выбрал да и так я могу я хочу я делаю да окей я так и делаю вот но с его стороны это тоже типа какая-то провокация он уже и хотел типа вот что ты делаешь тоже так вот тоже это провокация это значит тоже нечестность провокация это тоже нечестность да такое не чтобы сказать слушай я не хочу я не хочу чтобы ты шел к нему я не хочу это честно да честно все вообще не хватает мне кажется людей ну это знаешь сама честностей сама честностей да потому что ну признание сло что я хочу да я не хочу чтобы ты к с кем-то что я тебе это говорил вот я тебе это и говорю интересно в каком ситуация жизни видишь я все-таки признался ему потому что мне просто было стыдно ну то есть в какой-то момент я реально включил своего вот этого 27 лет потому что он сейчас обо мне думает но я попытался это проработать я ему все рассказал что ну то есть я ему все рассказал как я думаю что тебя была возможность у нас там была ситуация конкретная там я если ты думаешь что я сейчас чувствую себя как-то там уловка нет я тебе сказал все как есть я мог тебя соврать и так далее он меня заблокировал он оказался мы причем с ним поспрощались хорошо он сказал да там с удовольствием пообщаюсь то утром я уже был заблокировал и в этот момент с одной стороны мне было очень страшно потому что я у меня нет работы сейчас что я сделал вообще ну где мой мозг но потом какое-то наступило такое значит тотальное ощущение нового я ряду прервал этот круг чертов круг это замкнутый надо его до первой точно не тоже есть такое было такое ощущение что я свободное ощущение это тоже что ты вот в этом привык у тебя замкнутый круг какой-то там я освободился от этих чувств да не обязательно по влюбленности я освободился от этого вот именно вот этого постоянного на это же вот эта френь нет это же был момент когда боже реально я свободна от этих своих же чувств класс боже чисто как в этом фильме бросить себя это и круг замкнутый прервать то что я знаю точно что было бы я точно на что было бы но то что сейчас происходит не произошло бы точно я я я через неделю после этого поехал на нюфотосессию я пригласил чувак на нюфотосессию вот и это длинная тема не то чтобы у меня у меня было внутреннее желание это сделать но я вот опять была история про то что я сам думал да ты что ебанутый что ли знаешь когда у тебя есть какая-то ну вот типа какой-то как это желание тебя заняться направил ты начинаешь сам себя уничижать что по твоим личным канонам принцы и принцессы которые живут в замке это не вписывается а если ты этого хочешь то ты типа больно ты сам себя понимаешь ну все я больной как бы ну то есть давно все тема и начинаешь сам себя уничижать и ты же знаешь потому что там у тебя вот есть порог вот это вот типа вот это больная тебя какая-то херня да и ты вот какие-то ситуации происходят опять можно те же митинги да типа меня отпиздят а я же блять в трахаться втроем хочу вот пускай меня отпиздят да я тоже за эту мысль вот каждый это по-своему это может найти за что вы могут отпиздить и но это было очень интересно ну просто я сейчас то есть мне сейчас вообще голова не про это но я просто лежал и думал после этой фотосессии там на втором этаже лежал в этом доме если бы я вот пошел на то есть остался бы здесь ничего был бы ли я сейчас здесь нет но мне сейчас так классно я бы никогда бы не решился бы на это вообще но то еще прошло бы 10 лет я не знаю пока я с ним расстался потом опять бы прошел очередной круг я бы пришел бы да поэтому к этой фотосессии а потом это украина я понимаю что я в украину бы стопа того бы не уехала как там было интересно как там было круто тебе даже понравилось я помню твое аудио тоже тебе даже понравилось все пирожочек там где там что как находится все окей все классно пошел там вместе с коллегами я помню я помню что был одиннадцать когда там напился еще не потом было так пересеклись неудобно но я просто на что это событие буквально год начался дошел вообще все что происходит собрался за один день начали чему все вел что лишь какой длинный до записывая голосов и вот меня меня на эту мысль как раз таки на вот этот вот мой друг из из питера направил что я хотел уехать из беларуси я хотел жить где-то за границей я всегда мечтал о доме у моря я писал про это пост на новый год в инстаграме 12 вещей которые я сам себе каждый год обещаю и никогда не делал типа жить в доме у моря я себе я это я об этом мечтал и сейчас мы типа здесь мы здесь живем я понимал мне кажется что я в голове своей понимал что если я поеду в украину скорее всего начнется война у меня будет официальная причина сливаться за границу может быть поэтому я так на виталика и надехал такая же что у него точно такая же просто история что ты как бы типа поехал типа уж специально как будто бы на эту войну чтобы специально уехать уже чтобы уже было так зачем уезжать типа из беларуси вроде ну как бы вроде ничего не у нас я стопудово бы из беларуси бы не уехал стопудово бы не уехал в тот момент было ощущение вот это если у тебя все-таки это было когда я уехала в этот момент очень много беларусов стартанули когда было вот что вот вот сейчас начнется это было у нас не надо вот это вот начало марта 1 1 число было очень вот на вот я уехала по сути именно был бы этот момент что вот 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 честно и все прям собрались очень много было нет я бы не уехал бы точно дальше по какой причине потому что у меня не было работы и не за что было бы уезжать и соответственно я бы жил бы скорее всего у своего друга я даже знаю какого на институте культуры и искал бы работу. И он бы мне говорил, ну куда сейчас уехать? Ты бы работу себе нашел сначала, потом бы уезжал. А тут работа у меня есть. Типа есть какая-то перспектива на заработок. Ну кто же знал, что вот сейчас будет вот так у меня сейчас есть. Я же не думал о том, что вот об этом я реально не думал, что если в Украине начнется война, то наверное и компания начнет открывать. Вот об этом как-то у меня голова не думала. А так вроде работа есть. Есть какой-то там запас денег. В смысле того, что сначала я одолжил денег на переезд в Украину. Я уже вроде понял, что я зарабатываю деньги, что я их верну. Потом на тот момент там уже была, знаешь, такая важная деталь. Я почему так сильно концентрируюсь на истории с моей сестрой, которая мне... Вот ты говоришь, что когда ты увидела, что я в первый день собрался уезжать, как ты подумала, какой я молодец, то вот эта вот реакция сестры как раз таки, она... Почему для меня была такая болезненная? Потому что у меня я все деньги, которые у меня были на тот момент, уже потратил. Ну то есть все деньги, которые мне одолжила моя сестра. И у меня были деньги, которые я одолжил у Виталика на страховку. У меня составили деньги от страховки. Но я понимал, что этих денег не хватит условно там на самолет, на один какой-то самолет из вот всех тех самолетов, на которых я был. Ну то есть я тогда думал, у меня была первая мысль, что этих денег не хватит условно типа сдаться в беженство. То есть он долетил. Я и думала, ты так и поступишь. Так я так и хотел сделать. Я так и хотел сделать. И когда сестра у меня начала на меня гнать, я выложил эти сторис себе на инстаграм. Про то, что вот мол, если бы там мой... Нет, я этого не говорил по-моему. В сторис я это сказал своей сестре. Я говорю, вот если бы там твой сын у тебя сейчас находится в Украине, он себе сказал, сейчас у нас начинается война. Что бы ты ему сказал? Что бы ты сделал? Я бы... И знаешь, я проговорю это вслух. Я бы, если бы у меня мой сын был в Украине сейчас в Полтаве, я бы первое, что ты сделал, перевел бы ему деньги, чтобы он нахуй оттуда съел бы. Ну, первым самолетом. И я понимаю это, я понимаю, что моя мысль... Ну, то есть если я так думаю про своего внутреннего ребенка условно, что я бы своему сыну там или самому себе бы деньги перевел бы. И когда я понял это, то в этот момент я начал защищать свою позицию, потому что у меня есть один единственный человек, которому я близкий, который меня сейчас поддерживает. Она меня поддерживала, пока я был в Украине. Пиздец. И как вот в один день это вот так перевернуло ситуацию. И мне было реально... Мы каждый день списывались, созванивались, общались. И тут бац! Я говорю, я хочу улететь. И тут начинается вот это... Просто какой-то поток вот нескончаемого говна, знаешь, начинает длиться. Ни с того, ни с сего. Вроде вчера вы лучшие друзья были просто. Ну, знаешь, от этого страха. От этого страха, что нужно, что и нам бы надо бы, наверное, уехать, да? Да, и все так. Потому что у нас резкий спик обычно, да? Да, да. Ты сам чего-то такого не хочешь. А ты куда поедешь? А ты куда собрался? Нет, мы не поедем. У нас дом загородный, у нас квартира. А как вы сейчас? У вас хорошее отношение? Мы не общаемся. Мы не общаемся вообще. Она там продолжала, да, продолжала меня давить дальше. Я ее блокировала несколько раз, потом она вроде появлялась там. Вроде с адекватом, потом опять накрывала ее. И я выложил сторис про то, что я имею ли я право. А я сидел... До меня дошло, знаешь, в тот момент, когда я сижу и гуглю бомбоубежище, я просто ни секунды себе представлю... Я сейчас что, блядь, я реально сейчас, блядь, пойду в бомбоубежище, что ли? Нахуя? Мне это надо? И смогу ли я работать в бомбоубежище? Да я, блядь, буду вот в такой вот клопу. Я себя знаю. Я не буду работать. А еще, скорее всего, я не пойду в бомбоубежище, я наберу себе ванну и буду там, блядь, лежать и умирать, блядь. И ждать, блядь, эту бомбу, вот, блядь, великосветки. Я буду тонно там лежать под грустную музыку и ждать вот эту бомбардировку. Я знаю себя, я этого не хочу, да? То есть я себя знаю и я этого не хочу. У меня денег сейчас нет, я, наверное, поеду в беженство. Когда я сказал сестру про беженство, ну вот у нее... А да ты вообще будешь бомжом, возвращайся в Беларусь. Я говорю, а у меня в Беларуси нет ничего. Просто один в один у меня с некоторыми знакомыми именно так. Ну как, ну как? Я просто говорю, ну вы, наверное, не очень понимаете, что у меня в Беларуси ничего нет, вот ничего. Люди иногда, когда... Я заметила в Беларуси, когда говоришь, ничего нет, они такие, угу, но когда мы говорим, у нас ничего нет, у нас под подушкой есть, короче, заначка, потом у нас есть два дома, и мы говорим, у нас ничего нет. Просто есть всегда мама, которая может не позвонить. Да, мама, папа, там еще что-то такое. А когда я говорю, ну... Короче, реально я понимаю, что я смотрю на человека и говорю, у меня ничего нет, он не понимает слово ничего. Да. Он думает, что у меня там тоже, как и у него, какая-то заначка или какая-то квартира. А я говорю, нету ничего. Реально ничего. Мне даже вещи, мне пришлось вещи выкидывать, мне некуда поставить. Реально ничего нет. И они этого просто могут... Они просто вот так вот, белышу, они не понимают, что ты говоришь, что это ничего. И ты говоришь, ну реально я настолько... Я тоже просто в такое же положении, что я понимаю, что я готова просто ехать в беженство. Потому что у меня действительно... Ну я в том положении, что... Они говорят, так там же не дают ни денег, ничего. Так у меня их и нет, ребята. Мне нет. Ну потому что ничего, они все... Так, значит у нее там тысячи долларов на счету точно значка. Ну нет, ребята. Нет ни одного счета. Нет ни одной заначки. Реально. И для меня беженство это даже плюс. Потому что вернувшись в Беларусь, кстати, никто не даст тебе ни жилье, ни питание даже. Да. Самый дерьмовый вариант вот самое дно. Да. Никто тебе не даст ни жилье, ни питание. А приедь я в другую страну, мне реально дадут и жилье, и питание. Вот прикол, да? Да, да. И реально. И дадут там даже 200 евро там, ну что-то там. Да. Доверьте мне этого не дадут. Да. Пособие по безработице. Какое там? 50 рублей. Я это узнавала. Там 30 на 50 рублей. Ты еще понимаешь? Ты у тебя такая... Это меня узнавала. И люди не понимают, что как бы... Что то уверено. Что то ничего, да. Что оно выгоднее. Что оно, да. Когда действительно у тебя ничего нет. Вот. Но ты улыбаешься, как ты заметила тоже. Самые позитивные люди, самые которые... Они реально, у них вот самые сложные ситуации. Самые действительно ничего нет. Хотя, как бы тоже, на наши сторис тоже посмотришь. Да. Счастливые люди. Мы вообще, мы с тобой миллионеры. Живем, где вообще в крупных местах. Входим в красивые места. Улыбаемся. Выглядим вообще на 16 все. Да. Что ты, что я. Как бы не скажешь по возрасту. Не почему. Улыбаемся каждый день. Ни хрена, что реально. Как бы. Когда мне говорят, Орел и Решка, 100 долларов на 2 дня. Я такая, господи, это ж до хрена. На 2 дня. Типа. На 2 дня. Да. Мы такие, блин, ахренеть. 100 долларов на 2 дня. Я бы там вообще супер устроила лакшин на 2 дня. Там еще плохо тусят. Ну, на 2 дня. То есть ты вышла на ночевку всего. Да, да, да. Типа ночевка так нет. Там еще это, да, да, да. Там можно было вообще тусить. Что-то они иногда как-то совсем. Ага. Вкусненько на 100 долларов. И такая, да, людей, ну, реально не понимают. И ты ничего с этим не сделаешь. Ничего не сделаешь. И не нужно, в общем-то. Но с собой реально ведь по честности просто жить. И как бы не подстраивать. Да, к сожалению, какие-то люди будут отпадать. Не понимать до последнего. И ты просто... Либо ты объясняешь бесполезно тоже. Ничего не понимаешь. А просто живешь дальше, каков ты есть. И мне кажется, кто останется, останется. А что они там думают? Пусть думают. А с другой стороны так думала. Так, если они думают, что я там миллионер или там супер такой богач бизнесмен, я не знаю. А пусть так и думают. Они же мне хорошие... Хорошее направление мне, что я там такая вот крутая. Не, она так не работает. Все работает так. Все работает. Пусть думают, что у меня все хорошо, а у меня реально становится хорошо. Нет. Я просто... У меня была такая история, когда я музыкой занимался. Когда у меня были первые успехи. Я, в общем, года три создавал. Сначала действительно был успех. И была эйфория. А потом было очень много трат, трат, трат. Были успехи и результаты. Но они не приносили финансово никакого результата. И ты находился больше в минусе, чем в плюсе. И для тебя твоя музыкальная карьера уже стала обузой. Потому что она тебе ничего не дает. Ты ничего не зарабатываешь. Но ты ее и бросить не можешь. Потому что ты ее очень сильно любишь. У творческих людей такое вот. У меня тоже свой опыт. Любишь, а потом уже... И тяжеляет очень сильно, да. А потом еще типа... Ну как бы... А как? Что я... Только что ж был... Это же стройность моя. Да. Ну конечно, всегда страшно, что другие скажут. Типа и сидят. А, все. Блин. Понятно. Из банка он уволился. Ага, ну вот тебя выкуси. Выкуси. Рэй он встал. Угу. Вот на тебя. Рэй. Надо было сидеть работать в банке. Понимаешь? Возомнил там у себя. Понимаешь? Да стоподоба так и было. И я прекрасно это в голове сам. Может и не было. Знаешь, это мой внутренний голос на себя прокручивал. И я создавал постоянно какую-то вот эту видимость успеха. И я за нее поплатился, мне кажется, сильно. Это... Когда тебе плохо, нужно просить помощи. А не... А не... Ну, когда как. Я вот тут думаю над этим еще. Потому что я сама себя часто позитивом вытягиваю. Есть такое. И то есть, получается, тут тоже есть. Мне тоже говорили, что вот, а что ты как будто бы лжешь. То есть, да? Что, типа, якобы... Токсично-позитивно. Да, да. Вот это вот. Якобы вот так у меня, кстати, бывший молодой человек сказал. Я говорю, с одной стороны, может ты как бы прав. Угу. Но с другой стороны, если бы я так не поступала, если бы я не улыбалась, когда мне хреново, реально плохо, если бы я не шла, не радовалась к каждому, подмечая, вот когда мне совсем хреново, я подмечаю маленькие вещи их, о, класс, радуюсь как ребенок, да, и как в этот момент... Ну, я бы вообще уже, ну, меня бы вообще не было. Ну, то есть, настолько депрессивное состояние, ну, меня бы реально просто не было. Без каких-то... Без драматургии сейчас говорю, а реально. Потому что это реально так. И вот вспоминая, когда у тебя вообще ноль денег просто, ты не знаешь, как жить, но ты при этом идешь к друзьям, к которым хорошо все с деньгами, ты так же улыбаешься вместе с ними, так же, там, пьешь что-нибудь с ними, там, я шел какой-нибудь пью, смотрю, что вообще атмосфера такая, что передать. Угу. Вот. Вот. Если бы не вот этот вот позитив, якобы токсичный, блин, ну, он меня столько раз спасал, поэтому, да, я буду продолжать это делать. Я буду, ну, то есть, и вот вот. Ну, наверное, может быть, мне кажется, это разные все-таки позитивы. Токсичный позитив это скорее про то, что когда ты так не думаешь, но ты начинаешь в процессе сам себе на, так, ага, ну вот, посмотри, ну вот это типа вот как, может быть, какая-то история про мои вот эти голосовые. Подожди, ты же не думаешь это, я тоже не думаю, вот мне сейчас хреново, у меня сейчас нет денег вообще, нет ни жилья, ни работы, вот просто, да, полнейшее, что завтра будет, непонятно вообще. Да. Если сейчас с документами что-то просрочится, то меня еще и депортируют, или еще, ну, вообще же, ну, все, то есть, самое хреновое, что может быть, все сейчас произойдет. И все, у тебя нет ни жилья, ну, просто по, 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 я не знаю даже, где ты будешь ночевать, вообще непонятно. Ничего. Да. Но, то есть в моей голове вот это основное же, беспокойство своей, самая простейшая потребность. Абсолютно одинаково, я бы считаю. Вот. Но ты, ну вот, ну ты же, вот ты говоришь, я так не думаю, ну нет, я так думаю, вот я ж думаю про это. Я тоже про это думаю. Но я при этом прихожу в общество, вот сейчас общаясь с людьми, которые все, как бы, все у них хорошо, в общем-то. И я с ними также позитивненько общаюсь и не говорю про вот эту проблему свою. что-то сделаем. Ну давай это. То есть очень часто вот такая ситуация у меня была, что мне благодаря этому позитиву, на такой же все волне-волне, о, давай и вместе коннект какой-то, и вместе что-то сделаем, и по работе. И как-то я вот так вот и долазила из этих хреновых совсем ситуаций в адекватные, благодаря тому, что я осталась там в опозитиве. Вот. И где тут, типа, топсик? Я так и буду продолжать это делать, если это мне помогало. Ну, подожди, мне кажется, нужно конкретно каждую ситуацию все-таки разбирать в отдельности. И тут еще много всяких подпунктов. Например, по поводу говорить о том, что мне плохо и жалейте меня, это разные вещи. Потому что про вторичные выгоды, да, есть определенная там, речь, если говорить об этом, когда это происходит неосознанно или осознанно, но неконструктивно, да. Соответственно, если ты хочешь, чтобы тебя пожалели, приди с конкретным запросом, пожалейте меня, да. Но это же не говорит о том, что если ты придешь и попросишь, что, как бы, ты покажешься слабой, или это не поможет тебе реализовать твои какие-то другие надежды? Я не уверена, что вообще у меня было желание, прям, когда-либо такое, прям, чтобы вот реально меня пожалели. Я просто реально хочу быть в том состоянии, которое я себе придумала сейчас, да, типа, позитивно, такое, поднятое-поднятое. Я действительно хочу в нем находиться. Но из-за того, что у меня слишком обрезано, там, вот эти вот, и неприкрытые нижние потребности, мне очень тяжело для вас, комфортно от этого. Но я стараюсь на эти уровни выйти, вот, позитивные, верхние, то выше, да, то есть нежные, выйти сама, чтоб потом вот как-то вот, начинаешь сначала ты обманывать себя, по сути, да, ведь тебе вот прямо сейчас вот херово, ты реально не знаешь. Не, не обманывать. Чуть-чуть тяжело. И ты тут поднял себя вот на это, сам, иначе, мозг свой начинаешь перестраивать. Так, замечай хорошее, замечай хорошее. Вот в этом хреновом ситуации замечай хорошее, да? Ну, это круто. На самом деле, навык хороший. Но мне при этом говорят, ай-яй-яй, ты вот этот токсичный. Как понимать? Я говорю, что нет. Ребята мне это помогало. Я говорю, я не знаю конкретно, вот, надо брать ситуацию, но давай, если вот, с какими-то примерами, да, вот, я всегда думал, да, опять-таки, если возвращаться к музыке, что если говорить, что ты успешен, что у тебя все хорошо, то люди будут видеть, что у тебя все хорошо, и тебе будут тянуться там другие контракты, концерты. Да, есть такое. Да. Но все такое нет. Ничего не… Ну, то есть, где-то это работало, что-то приходило, где-то мое портфолио, там, мне сыграло на руку, там, какие-то фотографии, там, с какими-то телевитами, где-то, ну, как ты видишь, я этим сейчас… Ну, то есть, я сейчас здесь и не на вершине пока там Олимпу музыкальную. Пока. И все это, я планирую все это реализовать, свою мечту все-таки, да? И… Которую иду с детства. Но я увидел, что у меня была огромная боль, огромная тяжесть на душе, огромный страх. Вот как мы сейчас с тобой сидим, ну, точно так же. Но при этом об этом никто не знал. И когда ты встречаешься с людьми, они ждут от тебя каких-то счастливых историй, они ждут, что ты сейчас придешь в ресторане расплачаться, приходишь в ресторан вор, перелазил на станцию, понимаешь? В туфлях, в пиджаке, чтобы, блядь, поипасть на светское мероприятие, блядь, в туфлях и пиджаке, и через этот, блядь, по говну всякому, блядь, перелазил через, блядь, два раза в день. А потом заходит контролер, и ты, блядь, как ебанат встаешь и начинаешь, как, блядь, в 16 лет, а тебе, блядь, 27, ты, блядь, привет, твои, блядь, клипы показывают, а ты, блядь, от контролера убегаешь, понимаешь? И как, блядь, можно, ну, то есть, и ты приходишь, и несешь вот эту вот, вот эту вот, ну, типа, вот эту роль успешного человека. А если бы, возможно, ты бы поговорил на эту тему, и не пытался бы, блядь, выебываться и делать из себя какого-то, там, блядь, супер, блядь, мега, блядь, позитивчика, понимаешь? А говорил бы о том, что тебе сейчас больно, о том, что у тебя какие-то сейчас такие есть вещи. То есть не с точки зрения пожалеете меня, да? Не с точки зрения вторичных выгод, чтобы, блядь, кто-то зарешил за меня мою проблему, а с точки зрения конструктива есть проблема, я хочу ее решить, помогите мне, да? И тут уже можно опять-таки, кто-то боится, знаешь, я понимаю, что отчасти, что я иногда боялся говорить о своих проблем, боялся потерять друзей. Знаешь, часто же такое бывает, что ты думаешь, что ты сейчас скажешь, и нахуй тебя все пошлют. А потом сейчас я сижу и думаю, а нахуя тебе такие друзья, которые тебя нахуй пошлют. Но ты боишься, сейчас еще и друзей не лишишь. Да, да, что-то осталось у тебя только. Парадоксально. Ну, есть, да. Такое тоже кило. Друзья, которые тебе могут, ну, типа, тебя сейчас пошлют нахуй. Но типа от этого тебе станет еще больнее, якобы, да? И, ну, на самом деле, это пусть к исцелению как раз-таки, избавляясь от вот таких людей. И вот ситуация с сестрой, например. Я выкладываю в столицу этот разговор. Почему я это делаю? Потому что я хочу для себя понять то, что я хочу уехать с войны начинающейся. Это плохо? Это я реально… А зачем ты это начал делать вообще? Вот у меня вопрос. Я говорю… Ты же для себя… Для себя, конечно. Ты для себя и сам можешь решить. Ты как бы типа спрашиваешь у народа, а реально ли вот я могу себе позволить взять и уехать? Или все-таки моя сестра права? Или как? Рассказывай. Ты должен забить на это и такой, типа, так, я чувствую, и мне все равно кто мне что сказал. Я чувствую, я хочу уехать. Да. Пусть даже там сестра, брат, сват, любимый человек скажут, вот, но я это чувствую для себя и мне не важно все эти вопросы, чтобы мне тоже ответить. Абсолютно верно. Абсолютно с тобой согласен. Но тогда этого ресурса не было. У меня было просто, как сказать, у меня был, типа, коллапс в голове. Ну, то есть я головой своей понимаю, что я точно делаю все правильно. И я не могу понять, почему такая прямолинейно противоположная реакция от близкого человека, который должен желать тебе добра. Ну, потому что никто никому еще не должен, да? Ну, из серии, от которого ты ждешь добра. И в этом коллапсе я хотел, ну, знаешь, вот опять-таки, когда начинаешь выкладывать эти видосы, когда ты начинаешь сам с тобой разговаривать. Я, например, вот так, я не знаю, видела-то, не видела, я выкладывал историю про то, что когда мне… Я как-то сидел, чистил картошку и записывал в сториз. Когда-то я пришел… А, это было вот последние месяцы перед увольнением. Я уже просто открыто в сториз говорил, что я сегодня просто, ну, вот я получил зарплату, все. Вот я сходил в магазин. И я начинал разбирать свои пакеты. Начинал разбирать свои пакеты, чтобы в первую очередь себе ответить на вопрос. У меня просто был бывший парень, с которым мы все хорошие отношения, но нифига не говорил, так, нужно… Он прошел курс инвестирования, я это был очень за, я сам хотел вместе с ним не попройти, но он не получил. Там, типа, учили, там, нужно зарплаты, там, делить зарплату на три или на четыре финансовых корзины. И вот мы сейчас откладываем на это, сейчас откладываем на то, сейчас откладываем на то. И вот я говорю, слушай, я сейчас получил зарплату, я сейчас посходил в магазин, вот мы сходим 10 раз в кино, условно, там, за этот месяц. Ну, там, не 10, там, в кино, в театр, там, просто суши закажем, да, что-то, да. Продукты у меня нет, никаких трех корзин. Ну, то есть, я понимаю, что условно, наверное, я могу отрезать, типа, там, этих, типа, даже 10% каких-нибудь, типа, ну, я сейчас понимаю, что я не хочу сидеть на хлебе и в воде, я уже это пробовал, я уже так делал. И это не вдохновляет, и все равно он не становится лучше. И это не работает, блядь, в моей жизни это не работает. Ну, я не знаю, как ему это объяснить, то есть мы, он, конечно, там, немножко ругался на меня из-за этого, но, ну, как бы, в целом, в понимании, как-то это означает, у него осталась там тяжесть из-за этой ситуации на меня, я знаю. Но, ну, как бы, не травматично мы вроде бы про это проговаривали, а при этом то, что он получал в 2 раза меньше меня, но, ну, все это при этом откладывал, то есть я платил за квартиру в месяц со мной, но есть, понимаешь, вот мы всегда забываем, у него есть родители, я это не говорю, что это плохо или хорошо, просто это факт. Человеку помогали, ну, то есть он об этом не отчитывался, но я головой всегда понимал, что, ну, как бы, ну, человек не может, зарабатывая в 2 раза меньше меня, отдавать столько же за квартиру, потому что это, по сути, его вся зарплата. Ну, соответственно, где-то есть, а еще он откладывает 30% еще вот в 3 корзины, ну, то есть я понимаю, что это, ну, как бы, то есть физически, если просто, ну, разложить наши покупки, это в 2 раза превышает его зарплату. Ну, значит, ну, есть этот вопрос. Ну, как бы, я ему не задал прямой вопрос, но для меня он был очевиден, и окей, мне было не очень удобно из-за того, что там, там, я бы хотел большую часть, наше, там, как бы, если я получаю больше, я хотел бы больше закрывать, но, опять-таки, мне на корзины не хватало, вот тут еще больше закрывалось, понимаешь? И я как сидел, чистил картошку, и вот, а, нет-нет, я разбирал пакет, и перед тем, как начать чистить картошку, и вот говорю, вот давайте посмотрим, что я купил. Я говорю, может быть, я как, ну, то есть, вот я заработал. Чего можно сэкономить, да? Ну, типа, что, ну, давайте, то есть, ну, я же, типа, перед собой сам буду нечестен. Вот. Мне же все надо. И вот это вот розовый щеночкой для ног. Давайте сейчас вместе, типа, посмотрим, охуел ли я, и, может быть, у меня действительно хорошая зарплата, и я что-то невъебенного от жизни хочу. Я начинаю доставать, картошка, там, там, макароны, там, не знаю, зубная паста, там, ну, там, что-то начинаю доставать. Какая-то селедка, там, не знаю, там, мариновая. Я говорю, о, вот, значит, две бутылки пива, там, значит, а это я вот мариную мясо, значит, мясо поливаю, типа, потом что-то меня доставил. Манго сушеный. Да, дорогое. Ну что, типа, да. Давайте подумаем, охуел ли я ж я себе, блять, могу купить, позавтракать с сушеным манго. Да? 33 года На завтрак купил себе сушеное манго В кашу буду добавлять Охуел бы я или нет Когда ты сам себе задаешь этот вопрос Уже через призму того, что это видят все Тебе уже не важно, кто на что ответит Потому что когда я говорю о себе Тебе кажется, что ты сам себя оправдываешь А когда ты снимаешь Ты понимаешь, что не нужен никакой ответ Я, блядь, купил Да, я себя побаловал Да, у меня с песто и суромбри Была похожая ситуация Можно чтобы его не покупать Зачем тебе песто? Песто это вообще соус какой-то дополнительный Зачем оно? Бля, мне тоже самое похожее Блин, я работаю ради того, чтобы Просто закидывать что-то в топливо Мое и все Это же вообще депрессивно У меня было очень депрессивно Если я маленькие какие-то вещи не могу себе вообще позволить Да, 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 да Это же просто жесть Просто какой-то трэш И тебе от этого, я не знаю, депрессия какая-то Я живу, работаю Есть, спать Есть, спать, работаю И представ, блядь, это я охуела, купила себе песто Блин, представь, хорень А вообще надо было это отложить Опять, отложить на что? Да Мне нравится, как в мультике этот Наверх, вверх Или как там там Когда, типа, вот реально Ты откладываешь и откладываешь Ну реально, сломай У тебя по-любому какая-нибудь херня У кого-то проверяешь Что сломается, какая-нибудь хорень И ты все, что ты откладывал Ты, блин, просто будешь Тумбочку себе купить Да Дребаную тумбочку И при этом твоя жизнь ярче не станет Да И когда ты сделаешь себе пасту И такая, что песто Это лучше жизнь становится Да И завтра, может, придумаешь стартап на миллион Да И ты благодаря этому такой Так, стоп Я хочу думать дальше так жить И еще лучше жить И еще что-то И так опа На этой хорошей волне, позитивной Ты реально придумываешь какие-то варианты Как, 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 что делать Слушай, даже сейчас По хреновых, типа, условиях Находясь Блин, в классном месте находимся Как Как Другим сказать, как это произошло Даже На меня Некоторые просто не поверят Они скажут Такого В моей реальности Такого не может быть Да Такого не может быть Когда я отправлялась в путь У меня было Короче, я собрала все вещи Чего-то было И меня было Короче, я взял с собой 150 долларов Я собираюсь лежать из страны У меня 150 долларов Все еще понимаешь? Нет Я тоже не поняла Что ты думала Реально 150 долларов Я просто Ну Я знала Что мне Начистить типа зарплату Но все равно Это одна зарплата Все Это одна единственная зарплата И у меня в кошельке 150 долларов Я собираю вещи И я просто знаю Что я Я хочу уехать уже 100 тысяч раз 100 тысяч лет И именно сейчас Происходит полная жопа Я точно уеду И мне плевать И мне просто Ты охерела Вообще Ты вообще С головой Ты понимаешь Что в Орел и Орешку Берут больше Как бы на 2 дня Ты охерела Вообще Ты больная на голову И что? Я говорю Я не знаю Мне плевать Я собираюсь Я уезжаю Мне все равно Вот И при этом Я тоже говорю родным Все До свидания И еще говорю Вы сами там продавайте К тому же Я еще не мельчешусь И не говорю Так вы продайте мне Пожалуйста Отдайте А бывшему я тоже там отдала Велосипеды Все Все То есть я не то что Ай-яй-яй Дайте мне все деньги И короче верните Я такая У меня ни хера нет Ни хера не будет Но я просто Я не знаю что будет дальше Я собираюсь И уезжаю Но потом Мне реально начисляют там За два проекта моих Как раз мне хватает Короче Пока я еду Мне начисляют Ровненько На все эти проезды Да-да-да То есть происходит это Хотя нормальный человек Подумал Посмотреть Ну просто крутит Уиска и говорит Аня это невозможно Понимаешь Все У тебя 150 Логику включи Это невозможно Один билет стоит Очень дорого Да Я нахожу вариант Где у кого остановиться Как что сделать При этом маршрут Машу каждый день меняется Каждый день Каждый день Менялся У тебя тоже У меня тоже Реально новый Каждый день Новый маршрут И ты не знаешь Что тебя выздоровит Но из-за этого Ты где-то Где-то Договорился Что ты знаешь У тебя выбора нет И тебе приходится Договаривать Просто Договаривать По-человечески И это реально работает И ты идешь дальше И потом оказывается Это А с тобой вообще не думала, что это вообще как-то мы пересечёмся. Потому что я просто от себя типа ой, молодец, что-то ты делаешь, вперёд иди. Оказывается я потом практически как путём, практически таким, а потом, ну Турция, ну Турция. Я-то еду не в Турцию, я-то еду в Грузию, мне это Турция… ну Турция а ну хорошо, там что-то делаешь, ну класс, молодец. О вообще не думал, что меня коснётся. Потом пока всё это происходит, какие-то хрен знает что происходят, каждый день все равно в итоге там чика-чика этого не было, о, начислили это, это там, вроде бы так, доберусь до след, мне как-то все равно хватало дойти, сейчас опять эта ситуация, что я тоже пока не знаю в каком варианте, по возможности все, типа закончилось, уже вроде не должно, у меня не должно быть никаких суперпоступлений там, у меня только теоретически там, ну, хотя теоретически тоже есть, но, то есть варианты с фрилансом, но все, тоже, все, как бы конец, сейчас опять этот стопор, но, вспоминая вот это волшебство, которое уже произошло, по сути, специально так не договаривались, я с тобой специально, так, надо с ним законнектиться именно в этот момент, потому что он мне потом поможет, наверное, как-то там попасться, вообще даже такого боли не было, можно подумать, что я знал, что я смогу тебе чему-то помочь, вообще даже до последних, мне кажется, это за два дня решилось, кстати, это решилось совершенно до два дня. Притом, что ты же понимаешь, что у меня в голове была история про то, что я сам пока вписал свои права. Да, и ты, типа, сказал, ой, я не знаю, ну, типа, ну, я тебя как бы перекинул сообщение, ну, возможно, что-то там есть. Я сначала даже отнекивала. Да, да, да. Я сначала сказала, ой, не. Ну, нет, ты уже последнего отнекивалась, ты мне даже не сказала, что до сюда едешь. Да, да, такая, ой, не, ну, нафиг. А ты там, что, ой, ладно, я тебя не заставляю, там, ну, это я такая, блин, ну, у меня выборов все равно нет. А я не верила просто в это. То, что там вписано, я, короче, не верила в это тоже, как бы, но я подумала, а что мне за это? Ну, ничего плохого не случится. Позвоню. Если честно, я тоже думал, что это все такое немножко пыль в глаза. Да. И, ну, мне это выяснять не надо, я тебя сбросил. Как бы, если ты хочешь это выяснить, выясни. Как бы, я знаю, что я сейчас так живу. Вот. Единственное, что у меня самого, знаешь, было миллион всяких моментов того, что я думаю, а надо ли тебе это присылать? Во-первых, ну, как бы, понимаешь, я здесь сам приехал непонятно, как, что, чего. Я сейчас ждал зарплаты. Ну, то есть я там приехал, пока, типа, на условиях, типа, что возьмите меня, но я в первый же день сказал, что я заплачу, что я сейчас получу зарплату и все, как бы, я буду здесь на общих правах, ну, как бы, мне не нужно никакого особенного отношения. И я сидел, и я еще думал, может, не надо меня за собой тащить, ну, как бы, не подумаешь, что что-то. Сейчас я, типа, приехал и еще понавозил, знаешь, вот такого еще. Я думаю, сейчас еще меня, знаете, метлой погонят отсюда, что я так... Ну, то есть, понятное дело, что мы все немножко переживаем за себя в первую очередь, да, что я, как бы, сделать хорошее можно, но, как бы, ну, не надо, что, как бы, за ум, за разум заходить, что у людей тоже, знаешь, доброта не бесконечная в этом, да. Поэтому... Ну, а потом они сами написали. У нас просто был с Димой до этого, за день до этого серьезный конфликт. О! Да. И мне кажется, как раз таки, вот эта история про предложение родилась из этого конфликта. Я тебе потом... Что возможно, если бы этого разговора не было, не было бы никакой вот этой программы. А ты представляешь, что я еще тоже, мало то, что ты как-то там посоветовал, а я вообще с чужими, ты знаешь, что я вообще их не знала. Да. А я потом когда-то ничего... Я сейчас в вагоне познакомилась. Я вообще не знала этого. Да. Ну, просто я понимаю, что мы в одном котелке варимся. Я такая, слушайте, я не знаю, ребят, может, тут ни хрена не работает. Ну, я как бы просто, говорю, вот так. Вы просто тоже попробуйте, если уж сильно хотите, ну, попробуйте тоже. Ну, я сказала, ну, как две встречи. Мы сами звоним за себя, потому что мы с братом, они отдельные, в отдельное время. А, да? Да. И все. Я говорю, ну, вы как бы, ну, не то, что мы все вместе, сейчас говорю, ой, хэй, 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 хэллоуэй. Он нам сказал вообще, ну, и до последнего. Почему я тебе, кстати, нет, не сказала, знаешь? Потому что он сказал, ну, мы подумаем, не знаю, короче, при нашем договоре он сказал, у нас одна из собой одна комнатка. И все, мы как бы, ну, я подумала, ну, мы с двоем братья поместимся, как бы все вместе, мы отобрать. Ну, я к тому же ехал, не знаю. Ну, посмотрим. И плюс он все равно он сказал, что вы непонятно, когда приедете, мы ж не знаем еда там. Конечно. Ничего не знаем. Он говорит, мы не знаем. Может через неделю, а может через две, а может когда там, вроде, как вот, перевал. И он такой, ну, понимаете, как бы, людей много и, возможно, там, завтра уже кто-то приедет там вообще. Да, уже завтра, а у нас, ну, как бы, у нас одна комната и все. И я просто тогда говорю, слушайте, ну, спасибо вообще, что вы делаете это дело. Ну, то, что реально классный проект. Думаю, ну, понятно, что, естественно, там, завтра, может, бежит из Украины и бегут, и там ничего нету. Конечно. Я говорю, ну, как бы, окей, я понимаю, это прекрасно. И понимаю, что у нас нет ни даты ничего, это тоже хреново, что завтра к тебе... Да, и на порог тебе завтра пришли, а они же не скажут, ой, извините, вы уходите, у нас там когда-то там приедет. Я это поняла, я такая, ну, окей, все, ладно, и все. И подумала, что, как бы, даже на что это ничего не сработает. Но я поговорила, ну, как бы, нормально, как-то так, ну, это все хорошо, ну. Нет, так нет, как бы, да, так да. И потом тоже было такое, что, как бы, до последнего момента мы писали, там, иногда он там ответил через очень долгое время, и там, слушайте, ну, может, мы приедем такого-то, у вас еще там нормально, типа, у у нас у вас еще там свободно, то есть мы еще переспрашивали, что-то. Потому что думали, что уже, слушай, пока мы тянем-тянем, наверное, там все, все, нет этого варианта, поэтому что мы здесь придумаем? А тут за это время как раз-таки, насколько я понимаю, наехало просто куча людей, и просто виллу, чтобы она открывалась, и поэтому появилось это свободное место. То есть и он такой в итоге, да, а потом даже, даже в день в день, когда мы сюда приехали, я так понимаю, даже Лена не знала, куда мы с ними надо сидеть, как и чего. То есть как-то это все так, я даже не знаю, как это произошло, но произошло. Ну, не в 17-ти мы прямо, прямо когда-то. Вот, и я так, опа, интересненько, как это так вот, что произошло, и как будто бы мы стояли на остановке, как она. Угу. И вот, и я так. Угу. 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 все ты знаешь когда ты озвучиваешь проблемы про то что нет нет вот тебе приходит предложение я просто зато наверное я не очень наверное просто не очень открыто как ты например в соцсетях на вашу аудиторию я могу сказать человеку я уже чувствую что какой-то connecticut у нас есть и после этого я могу озвучить эту проблему а вот если просто типа так плюс в общем я просто про суши надо отдохать потому что уже 12 не штат рано вставать в общем я что хотел сказать что я выложил stories про сестру мне сама моя подруга и если бы она не одолжила денег я бы полетел может быть не в польшу мы все в румынию поехали и там выздался бы беженство я планирую я вообще в румынию планирую даваться потому что все едут в польшу но я четко озвучила что я точно уезжаю и я просто вбелюсь в первую лобовую сезону все вот что я делаю что мы будем заниматься тем чем мы хотим на самом деле что мы будем зарабатывать деньги своими следующими желаниями давай пообещаем что мы будем зарабатывать деньги то тем чем мы хотим все обещали мы будем зарабатывать деньги своим любимым делом не будем зарабатывать какого клиника все 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 сейчас можно спать спать можно слушай я бы тоже хотел с тобой проснуться в 6 утра на йогу но я сегодня меня не на йогу не на йогу мне жрать вы а вы живы да а если не на йогу тогда я просто буду спать я просто спокойно сплю а тогда я спокойненько без нагрузин и сонки что типа ай-яй-яй кто йогой занимается а где да я просто сплю да просто сильно поспал только три с половиной часа что же там кругу Продолжение следует...